Продолжение следует... ...почву. Тем более подготавливать ее надо было. Я как вот по национальности украинец. Жена у меня русская. Четверо детей родились один в Прибалтике, на Украине, в России и в Казахстане. Я бы на этом совещании хотел спросить президентов, да какой гражданин какой страны я сегодня являюсь? Да не трясись ты. Ведь правители мудро поделили единое государство и начали жить обособленно. Суверенными, независимыми странами. А истеблишмент этих государств делал все, чтобы сохранить добрососедские отношения. Ну, ну не всегда, не везде. Блин, опять... Ну бывает. Это просто внутри людей сидит. Черт, неудачно. Опять трупы, война, бандиты. Да сколько можно-то? Чубайс говорил, вы слишком впечатлительны, не надо думать о народе. Ну пусть вымрет 30 миллионов жителей, ничего страшного. Родятся новые. Эти 30 миллионов не вписались в рынок. Не пойму, зачем я вписался в эту хуету? Ну как ни крути, цена была заплачена, рынок сформировался и теперь крепить узы добрососедских отношений можно было с помощью политики и пропаганды. В том числе и с помощью кино. Выображает умная клюдын. Разговорят по-русски! Говно ты тут, а не людына! Европа в виде роскошной красавицы, а Украина в самом центре Европы и ее сладчайший лобок, на который все садятся. Покончил с Европой, а потом перелечил в центре Хохляндии в центр Сидии. Там им самое место. Тут везде. Везде украинская территория. По-украински. Сначала язык свой выучи. А ну скажи, чья территория? Чья территория? Был у нас Чан. Тоже русский. Оказался каков? Ну шо? Пускали! Пишитесь. Какой фильм спонсировала элита РФ, а какой элита Украина, разбирайтесь сами. К тому же здесь есть совместное кино. Стоит ли говорить, что власти двух стран начали насаждать любовь и дружбу с удвоенной силой после того, как пролилась кровь в 14-м году? Я позволю ополченцам, которые смотрели на тебя голодными глазами, сделать все, что они пожелают. И будешь стрелять? Это война. В своих? В кого своих? В майданутых? Те, кто под Корсунью Венька убили, это свои! В отца он украинский военный! В меня я майданутая! Хэнтэхо! А ты шо, мускаль? Слава Украине! Славяне просто не способны. Одна надежда на миролюбивый Запад. Я не русская, я украинка. Ну, извини меня. Не извиню. Мы совершенно другие люди. Другие здесь и здесь. Ты, блядь, в Ленинграде родилась! Впрочем, там же родился и Путин. Он что, украинец? Ты шо, злузду изъехал, че шо? Эстеблишмент, что спонсировал это кино, определил врага для каждой из сторон. Единой оставалась интерпретация прошлого. You son of a bitch! Послушай, мне немцы расстреляют, чем наши, когда придут. К слову, ленинапад в России тоже обещали, Правда, Украина обошла на повороте. К повышению благосостояния обычного люда это почему-то не привело, но опыт интересный, который до сих пор пытаются перенять в соседней стране. Но вместо знаменитого сапера хотят усадить не какого-то там Бандеру, что запятнал себя связью с Абвером. Предлагают наших, отечественных! Надо ставить памятники Краснову. Что служили напрямую? Это в нем украинство говорит! Зуб даю! Да, действительно, я почувствовал себя более украинцем, я почувствую себя своим. Я почувствовал, что я вполне самостоятельная часть украинского пейзажа. Пишут нахуй! Государствам выделяли огромные деньги с бюджета на кино, чтобы поддерживать стержневые идеи. И, казалось бы, пропаганда может быть талантливой, но постоянно случался Крым. Бюджет около 400 миллионов рублей! Почему фильм выглядит как враг Панасенкова? Мы экранизировали русский дух, а он бесценен. Ну а тех, кто критиковал украинский агитпроп, могли уличить в недостатке уже украинского духа. Тем не менее, почему украинский проект с бюджетом в три раза меньше выглядит гораздо круче российского. Потому что ты не патриот, а национал-предатель. Да что уж там, фильм с бюджетом в 10 килограмм угля с луганской шахты, снятый в Луганске, выглядит масштабнее. Хорошо, хоть Давлитьярову денег дали и он снял смотрибельное кино. Что же до массовой пропаганды? А давайте посмотрим, какие фильмы предлагали холдинги Газпром Медиа и 1 плюс 1. Ну а вы, как народ, в комментариях выберите. Вы за кого? За Миллера или за Коломойского? Первым мы рассмотрим фильм от НТВ, который называется Русский характер, премьера. Фильм стартует со знакомого логотипа. Это студия, которая подарила нам деноцифицирующий фильм Зоя, где добрый нацист пытался вербануть арийца из России. Мы нужны такие вещи. В Гоус-Дорчленд, где люди будут нарушены. Мы нужны три. Это библейская история. Также эта студия запомнилась тем, что выпустила великий сериал под названием Ментозавры. Не двигайся! Я дурак в разоружье! Господи, я до сих пор не могу поверить, что этот сериал существует. Ну а фильм Русский характер повествует о событиях до Майдана. Главный герой по фамилии Фадеев собирается в отпуск. Куда собираешься? В Крым. А что тебя на Украину потянуло? Для кого Крым украинский, а для меня российский. Лично ты можешь думать что угодно. Истинный же ответ дали люди при деле. Скажите, пожалуйста, когда откроется и откроется ли отделение Сбербанка в Крыму? Для кого Крым? Для меня российский, а для меня российский. Это вопрос всей финансовой системы страны и конкурентоспособности страны в целом. Но сначала нужно забрать сына у жены, а по пути как не кстати авария. Что в коробке, мать твоего? Дай пистолет. Что в коробке? Шарики. Ребята. Кто-то спросит, а куда вообще везли эти коробки? В другой дешевый говнофильм с погонями и коробками. Фадеев героически вытаскивает пострадавших и из-за этого опаздывает к сыну, которого не отдает бывшая жена. Я где, Сашка? Давай только не будем устраивать здесь сцены. Конечно. Это ведь закрытая машина и будет стыдно перед бардачком. Нам подвернулись путевки. В Турцию. Они в этот твой. Крым. Да! У меня! Да! Вот сейчас! Не понял! Это практически Европа. Уровень, сервис. А ты что можешь ему предложить? Да. Объективно, по деньгам то же самое. Цена-качество лучше в Турции. Но где, блядь, любовь к родине? Авторы, если вы лепите образ, ну прям, мега-ультра-патриота, почему он, блядь, на Хендай ездит? Я 9 мая вот это наклею, я думаю, что будет достаточно. Фадеев расстроенно смотрит на фотографию сына и оказывается, что его самого дед в Крыму учил плавать. Хочешь плавать, прыгай. С Богом. Господи. Столько перекрещиваний и взываний к Богу, ты его в гиену огненную, что ли, толкаешь? Фадеев добирается до Крыма и остается проехаться на автобусе. Но Украина решила урезать маршруты. Приходится взять такси и в нем он вновь вспоминает норовоучение деда. Только Родину не забывай. Какую Родину, дед? Вот это все твоя Родина. Дом, сад, виноград, трава, море. Это все твоя Родина. Небо, травушка, компотика, салатика, соточка, Балкан. Балкан, сука! Ты что, на Родину гадишь? У меня Родина, мама, папа. Село Нащеково. Авторы вновь подсовывают домик в деревне под пианиночку, размывая понятие Родина и государство. Ну это как, знаете, дружба и бизнес-партнерство. Все это одно. Какая разница? При такой вводной какое у меня, блядь, дело до остальных домиков? Какая идея связывает все домики в государстве? Авторы не покажут, зато не покажут украинские притеснения. Далее дороги нема, иди сам, я не поеду. А что ты так заговорил-то, братан? Ты ж по-русски понимаешь. А что значит словосочетание дороги нема? Это, это французский, да? Я, я еще, я, я даже слово понять не могу. Я не поеду. Что это за слово? Правильно скажите! Русский человек! Я сказал дальше не поеду, иди сам. Фу, никогда бы не подумал, что именно это он хотел сказать. Так, деньги давай, только свои рубли не суй. А нормальные гроши давай, 150 гривен. Я даже знаю, что он купит. За 40 гривен штаны, блядь. Три раза, и даже на носки останется. За 30 гривен, блядь. Несмотря на ужасные украинские притеснения. Герой расплачивается и идет пешком в родную деревню. Как вдруг. Дивись, Москаль. Сюда подходим. Черт возьми, украинские жиле за брюхо. Знакомьтесь, представители Украины. Где этот баран? Да, мабуть, снова на курысь, а то завтыкал. Да, бечи одни. Наркоманы, больше никого там. Поехали пожрем. Вот це добра мысля. Интересно, а кто-нибудь на заднем сиденье кувыркался? По-моему, тут удобно. Сечешь мысль, да? И да, украинский язык в этом фильме такой же, как русский в американских. Сука, блядь. Именно эти украинские бечи и наркоманы сожгли дом русского деда Фадеева. Но сам Фадеев про это еще не знает. С дедом здесь рыбачить любили. Так как он умер? Сгорел, дед. Жаль. Мужик огонь был. Делать из драматического момента экранизацию анекдота про медведя это, конечно, гениально. Но теперь мы знаем мотивацию героя. Позволь мне отомстить. Нечего тебе здесь делать. Вообще-то у меня, Боря, другие планы. И не спорь. Это уже не тот Крым, который ты помнишь. Крым-то тот. Может люди другие? Кишки другие, мозг. Я давным-давно на выступлении в Киеве у одного украинца хвост видел. Проблема-то в народе. Каков твой генетический код? Чужой ты здесь. Ничего не решишь. Это кто, я чужой? Нет, блядь, я. Герой хочет сделать Крым грейт-эгена и идет в участок, где офицер играет по воздуху в мобильник. Шатрева. Где я могу написать заявление? Кто там такие борзые? Это вы еще и их больницы не видели. Врача! Врача! Кто тут так охуив? Мне нужен кто-нибудь из руководства. Из уголовного розыска. А шо? Нашу ему вы не знаешь? А че, по-русски разучился? Я? И действительно, после событий в Крыму количество русскоязычных школ начало резко сокращаться. Только вот одна странность. Отечественные СМИ также пишут про сокращение русскоязычных школ. Но уже у нас. Уважаемые представители власти, пожалуйста, на каком-нибудь из заседаний крикните в Госдуме «Слава Украине!» Я уверен, пару чиновников скорее всего ответят героям слава. Вот именно они и сокращают русскоязычные школы у нас в России. К слову, разговоры о языке шли с самого начала становления суверенных государств. Доля школ и преподавания идет на русском языке сократилась за последние пять лет с 20 до 14 процентов. Тоже обращаюсь к вам, что в России пока нет ничего для пяти миллионов украинцев. Тут я согласен. Нужно помогать, если они этого хотят, обучаться на родном языке. У нас были свои планы? Ну и что? Ты же все равно на них забила. Но зато я хотя бы помнила о планах, чтобы на них забить. Сокращается наше вещание. Не надо обострять нападки на Россию. Вы же говорите, еду на Украину, да? Это четкая проблема Украины. Предвзятая. Ощущение младшего брата. Как реакция на высотомерие. Открою-ка я полную историю взаимоотношений властей России и Украины. А шо? С русским языком здесь какая-то проблема? Что такое, ребята? Проблемы какие-то? Я правильно понял. Какие-то проблемы? Так, проблемы. Ось вони, твои проблемы. Ранги! А все? Ну? Ну так что, есть у нас проблемы? СССР? Кстати, а почему в фильме Крымский мост, который вышел уже после референдума, за вражью мову героя не притягивают? И как вам живется в России? Спасибо и погано. А шо? С російською мовою тут якась проблема. Документ е? Москалик. Да без паспорта видно. Он же не скачет. Фадеев вопрошает, кто убил его деда? И что показало следствие? Но тут же нарывается на еще одно ущемление. Какое убийство? Да ты шо-то напутал. Во-первых, не надо мне тыкать. Вже коханный тыкает. Пошел нахуй! Да ты никто. И права тебе тут нема. Я тебе заранаркоти там найду и до камеры посажу. Вы теперь понимаете, какая у них дикость? Украинский полицейский может подбросить наркотики невиновному человеку. Подставить его. Это просто шок. Как там люди вообще живут? Че, ебанутая что ли? В итоге, судя по актерской игре, наркотики коп подбрасывает в себя. Да я тебе заранаркоти посажу. И че бы ты мене будеш лизати? Ты будеш у мене парашу там нюхати. А пахне як. Фадеев опизделивает украинца. И лишь вероломное нападение со спины останавливает драку. Но на помощь приходит кумовство. Ведь начальник полиции это друг детства Фадеева. Короче, не делай здесь иностранцу свои права качать. Мы с тобой в детстве играли, мы в одну школу ходили. Какой тебе нафиг и нас ранить? Это такая же моя земля, как и твоя. И море здесь наше. Общее море. Коля. Природные богатства, ресурсы, заводы, которые вместе наши родители строили. Это все наше. Воу-воу-воу-воу. Это Лешка-то не пизди. Это как бы нафтогаза, Газпрома, Роснефти, Укрнафты, Западные компании там. Давай что-нибудь эфемерненькое. Водичка, ветерочек, облачка. Ну а далее фильм раскрывает главную причину конфликта русского героя с украинским другом. Потом на военного моряка поступать. Батя говорит, у моряка в каждом борту у жинка. Так и говорит, что у кого самая богатая хата, так это у моряка. А дед говорит, не в деньгах дело. Вот я думаю. Ааа, чё? Чё вы кохлы? Вот такие жадные, а? Чё вы жадные? Такие прямо кохлы. Как, как доберманы. Проблема оказывается в том, что одна нация ценить море не умеет. Вместо этого она всё про деньги. Но есть и другая нация врагов. Военный моряк должен своё море защищать. От кого защищать? Ну, от врагов. От яких щё врагов? От американцев шо ли? А что бы не от них? От того, что в момент происходящих событий прото-НТВ под дирибан собственности рассказывала совершенно другие истории, пока военные России, Украины, Белоруссии, Казахстана хуели. На этой подводной лодке 30% украинцев, 50% выходцев из Украины. Вот в этой обстановке вся пресса нашего, средства массовой информации говорят о том, что у нас никто нам не угрожает, и мы сегодня живём в новом мире с общечеловеческим мышлением, где побеждают эти тенденции. Мы видим, что произошло с Ираком, который посмел поступить не так, как его с Соединёнными Штатами Америки. Что произошло с Гренадой, что произошло с Панамой, где будем так говорить, ну, какой там закон, что-то было вызвано президентом. Мы прямо вывезли и судят этого человека. Просто обманули. Эх, ну что же мы русские такие доверчивые. Вот верим и верим. Сколько можно? Дело ведь не в чьей-то выгоде. Дело в том, что нация американцев по природе обманщики, русские доверчивые, а украинцы продажная нация. Так ещё и союз развалили, суки. Дядьки важнее решили, что Крым теперь не советский будет, что Крым теперь украинский будет. Хватит тут мускалям командовать. Сами всё решать будем. Розвалюй союз радянских социалистичных республик. Там, кстати, только про Крым решали. Просто я вот помню, чтобы урвать власть, было сказано. Вы возьмите ту долю власти, которую сами можете проглотить. Ах да, он же, по-моему, украинец. У него настоящая фамилия Ельценко. Но украинцы решают усугубить, а поэтому ставят блокпосты для изнасилований женщин. Я не знаю, кто ты. Чи чого ты хочешь. Якщо хочешь выкупу, то знай, грошей у меня не ма. Тот неловкий момент, когда на обоих языках ты всё равно придурок. Бандиты успокаиваются, но только до вечера. Чё за нахуй? Фадеев отражает атаку. И она не лишает его надежды решить всё по закону. Поэтому герой идёт в местную администрацию, куда так же приходят бандиты. Я ж представитель власти. Хочешь ремонтировать дороги? Ремонтируй. Только сначала заплати. То есть у государства есть силовой аппарат, есть олигархи, лоббирующие свои интересы, но со всего этого легко выбивают деньги парни с битами? И я не вижу в этом никакой тупости. Что происходит? Кто эти люди? Сам не догадываешься. Бандеровцы. Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете, чё? Сам не догадываешься. Бандеровцы. А это кто? Сам не догадываешься. Бандеровцы. Сам не догадываешься. Бандеровцы. А почему они бандеровцы? Потому что они сожгли дом деда, у которого была медаль. Так они даже не знали, что она там была. Нациш! А что с ними произошло? Что с ними произошло? Что с ними произошло? Арестовали их! Не дай бог вы будете снимать фильм про львовский погром. Пропаганда, основанная на абстракции, это пиздец. Видимо, сценаристам было настолько насрать. А вот тем, кто проводил кастинг, нет. Ведь оказывается, что бандеровцы работают на Яценюка. Да, добрый. Почему именно Яценюк был выбран главным злодеем, не ясно. Но будем ждать кроссовера с актером из фильма «Каникулы президента». Тем более актер из него вряд ли в ближайшее время будет путешествовать. Яценюк отдает бандеровцам долары, дабы те были жестче и выгоняли людей из поселка. После чего поворачивается и приходит уже куратор Яценюка. На том же месте, в то же время, могли бы на этом фоне вообще весь фильм снять. Че париться? Камеру таскать, свет. Это, блядь, гениально. Как вы понимаете, куратор у Яценюка непростой. Мне очень нужна эта земля. Насколько я помню, вы обещали освободить ее еще два месяца назад. I'm from Implant, Америка! Как же американские буржуи смогли подкупить украинского деятеля? Когда у вас возникли проблемы с американской визой, кто решил эти проблемы? Когда у вас возникли проблемы в американском банке, кто решил эти проблемы? Кто позвонит банк? Кто ждать на горячей линии? Кто сказал оператору? Пожалуйста, откройте счет. Когда вы хотели куши? Кто дал чизбургер? Когда вы хотели пить? Кто дал кола? Обещайте им американский паспорт. Дом в Калифорнии. А у русских олигархов обычно дома в Лондоне. Поэтому я за русских, а не за украинцев. Лондон круче Калифорнии. Хотя, безусловно, некоторым не сладко. Они не могут прожить на две с половиной тысячи фунтов в месяц. Возвращайтесь домой, где вам обязательно помогут. Слава богу! Слава богу! Ну а главная цель американского олигарха это щемануть простой народ в Крыму, чтобы зарабатывать деньги. Не все же простых американцев щемить. Американский бизнес топчет жизни простых людей. А что насчет украинского? Нет олигархов. Как нет? Вывод есть. Ну от чего это я олигарх? Я не знаю. Ключевая позиция, с которой я зараз выхожу, это деолигархизация окраин. Sorry, bro. Да уж тем более в России олигархов нет. Это все честные предприниматели. Дело не в конкуренции. Дело в злой Америке. Или в русских, которые за справедливость. Или продажной украинской нации. Этот командир, насколько я помню, он служил в Сечне. Он служит везде, где платят деньги. Сабмиссив соглашается на любые действия сексуального характера, приемлемые для доминанта и доставляющие ему удовольствие предусмотренным данным контрактом. Бля. Ну, раз платят. Отсылка, видимо, идет на националистов из Уна-Унсо. Со стороны российского населения обыкновенный нацизм. Ему сейчас противостоит украинский национализм. Которые успели поучаствовать почти во всех локальных конфликтах на обломках бывшего Советского Союза. Он еще один. Так или иначе, там кругом всегда есть русские солдаты. Мы стараемся, чтобы кругом мы можем были и лицы Уна-Унсо. Технически в Приднестровье вы были на одной стороне. Еще и с российской вариацией на эту тему. Хотя их старые программы были во многом похожи. Национально ориентированный бизнес, традиционные ценности с приоритетом на самую лучшую национальность, естественно. Вы нации, да? В Чечне же Уна-Унсо воевали непосредственно против вооруженных сил Российской Федерации. После один из известных представителей, Уна-Унсо, выпустил книгу, где довольно детально описал конфликты, в которых участвовал, ну и свои идеи. Также там есть эпизод с отрезанием головы пленному российскому солдату. После чего автора этой книги зовут в Россию для поднятия патриотизма. Патриотическое воспитание молодежи сегодня стало главной темой на Всероссийском образовательном форуме, который сейчас проходит на Селигерине. А кто еще должен читать лекции цитата антифашистам? Как не автор этих строк? Крым будет украинским или безлюдным? Да, это так. В антифашистском движении наши заговорили всерьез. Поколение будущего. А слава антифашистам? Нашим слава. Знаменитого украинского националиста на слет русских патриотов предполагает газета.ру пригласил Владислав Сурков. Владислав Юрьевич Сурков вас считают одними из идеологов идеи русского мира. На сегодня все. Берегите себя, своих близких. До свидания. Принципиальные антифашисты и борцы за русскую идентичность от приезда позже открещивались. Хотя изначально приезд пытались оправдать. И неудивительно, что автор этих слов неплохо было бы, чтобы в конце концов к Украине присоединились земли почти до Астрахани. Оправдывал депутат, позволяющий себе такое. Территория Казахстана это большой подарок со стороны России. Ну и конечно не так поняли и все это ошибка. Прямо как тогда с сайтом Казенфорум, где Оренбург стал казахским. Ради бога, только посмотри на него, вы близнецы. 21 век на дворе, откуда взялись эти бандеровцы? Да, обыкновенные бандиты. За деньги работают, за наркоту, а прикрываются идеологией. Бред какой-то. Крым всегда наш был. А как вопрос про бандитов переключился на вопрос чей Крым? А Кущевка чья? Жертвами той кровавой резни стали 12 человек и четверо из них дети. Везде члены банды проходили по эпизодам о краже, избиениях, изнасилованиях. Но самое интересное во всех этих уголовных делах оправдательные приговоры или условные сроки. Оказывается, для многих жителей Кущевской давно не секрет, что у бандитов были влиятельные покровители в правоохранительных органах. Что значит покровители? Кого они покрывали? Что штурмовики не сами по себе? Еще Сергей Цапог вместе с подельниками владел одним из крупнейших в Краснодарском крае хозяйством фирмой Артекс Агро. А, то есть это все на содержании бизнеса? Интересы которого совпадают с интересами некоторых представителей власти? А чего ты ждала? Что будет по-другому? Правда, герой в фильме не верит в подобное. Так не бывает. Ну, как видишь, бывает. Такой вопрос, а после референдума в Крыму местные бандиты стали власовцами? Или так и остались бандеровцами? Я дивергент. И так как к моменту событий в Крыму русские бандеровцы уже были наказаны, шашлыком и крабами на тюрьме осталось разобраться с украинскими. Никуда я не поеду. Я присягу давал. Какую присягу? Родину защищать. Людей русских, где бы они ни были. В присяге все это есть, кстати. Но только про Крым. С Донбассом все несколько сложнее. Пропаганда, конечно, замечательная, просто надо ответить, почему где-то работает защита русских, а где-то нет. Я русский. Иначе слишком очевидно манипуляция. И начинает казаться, что дело не в национальности. Крым сам Бог велел. А на какой странице? Видимо, основная проблема в том, что Крым сами украинцы не котируют. Я бы тоже уехала. Но только мне никуда до низким. Проститутка! А я отсюда никуда не уеду. Я здесь родилась, выросла. И вообще здесь дом мой. Патриотка! У нас и в Америке тоже может быть дом. Ну а чем Америка погана? Да ты людина, там и дом. Это что, отсылка на Эйзенштейна? Где спать легла, там и родина. Только там на этом мысль не заканчивалась. Тим богачам все едино. Кто мать, кто мачеха. Где барыш, там тебе и родная земля. Но в новом прочтении, оказывается, надо пренебрежение испытывать к тем, кто на родине работу найти не может и, пытаясь выжить, уезжает куда-то еще. Дело в том, что люди меркантильные, а не в том, что на родине работы нет. Ты там что, выросла что ли? Да я фильмы смотрю, Ленка. Авторы ставят субтитры, чтобы вы не забывали, какая именно нация продажная. Так я дивлюсь о фильмы Ленка. Так я фильмы смотрю, Ленка. Что там на татарском? Уничтожать фантазии продажной украинки приходят украинцы на сейники. Одна надежда на русских. Еще москаля. Ой, простите, два одинаковых видео включил. Да и к тому же, наш бравый герой даже бандитов не убивает. Он что-то вроде Бэтмена. Все по закону. Жаль, украинский закон продажный. Что хотят наши хлопцы пострелять? За так, на колено. И так как Фадеев слушал наказы президентов Украины и России. Сегодня хочется разговаривать с колен. Великая Россия поднимается с колен. На просьбу он гордо отвечает. Да пошел ты. Ну да, ну да, пошел я. Нахуй отсюда, ебаные пидорасы. Этим ответом полицейские Украины удовлетворены и увозят героя с пляжа, на котором хотели его убить. Дайте им убить Максима, и они это сделают. Ты же знаешь, они уже ничего не стесняются. Мы знаемы? Но ты ведь офицер. Тогда страна другая была. Когда я служил, Крым наш был. Дебилизм какой-то. Ты бы лучше вспомнил, когда последний раз супружеский долг исполнял. Тогда Крым наш был. Думали разница в абсолютно ином экономическом и политическом устройстве? Ином распределении благ? Нет, разница в том, что Крым наш был. А знаете, чем Советский Союз отличался от Российской империи? Аляска нашей была. А знаете, чем Российская империя отличалась от Киевской Руси? Гриб-мухомор нашим был. А сейчас? А он и сейчас наш. Просто кто-то про это забыл. Или ты не знал? В очередной раз пихается образ тысячелетнего государства, которое все эти года не менялось и было монолитным, преследовало одни и те же цели, а менялись лишь правители. И естественно, такой образ мотивирует толпу народа, которые идут освобождать Фадеева. Всем разойтись! Киньте в вашу сброю. Ждите меня с первым лучом солнца. Я приду на пятый день с востока. Гандальф. Крымчане захватывают участок, а герой отправляется на базу Черноморского флота за помощью. Это не проблема одного твоего поселка. Как его там, Андреевка? Да какая разница? Ты сам спросил. Да какая разница? Зачем тогда спрашивал? Да какая разница? Ёбнутый. Да какая разница? Почти весь поселок русских. Их убивают. Ё, одного за другим. С 90-х убивают и русских, и украинцев, и белорусов. Кто же истребляет? Да какая разница? А после короны смертность вообще рекордная со времен Великой Отечественной. Причина не вырезания бюджета. Это ебучая украинская биолаборатория! Хотя к чему эта клоуна? Да я знаю ответ. В этом году впервые смертность превысила рождаемость на 200 тысяч человек. Болезни свирепствуют, давно забытые. И найдем возможность этот момент поправить. Я вам скажу, это трудности временные, определенные тем, чем они определены. Надо еще немного потерпеть. Но армия не может оставаться в стороне. Мы должны помочь нашим. Вот если бы мы были в России, Макс, понимаешь? Если бы мы были дома. Алло, посольство России меня похитили в Таиланде. Пожалуйста, помогите. Если бы мы были дома. Полиция открывает. Если бы мы были дома. Здесь чужая страна. И мы не можем вмешиваться. Руководство будет спокойно смотреть, как эти бандосы убивают мирных людей. О, Господи, хватит их убивать. Хватит, перестаньте. Вновь абстракция, которая работает лишь когда нужно. Ради победы над бандосами. Ради любви, потому что отрадно. Фигадно! Типа российских бандосов не будет? Опять у пропаганды нет идеи. Только давление на эмоции. Но в этом проекте доходит совсем до абсурда и герой апеллирует к фильму. Помнишь, нам в Суворовском по праздникам один и тот же фильм крутили? Помню. Про профессию помнишь, что там говорили? Я профессиональный. Нет, 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 нет. Естественно, речь про советский фильм «Офицеры». Есть такая профессия родину защищать. Есть такая профессия, Иван. Защищать свою родину. Но давайте в стиле российских и украинских чиновников попробуем поделить и его. Ради благонародов, само собой. Режиссер фильма «Киевлянин». А сценаристы – москвичи. Оператор из украинского села Святошкино. Про защиту какой родины речь? По сюжету герои защищали одну родину и победили вместе. Получается, и победу надо поделить. По поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно бы победили. Да, и че уж там, многие мешали. Если честно, я всю жизнь хотел сказать украинцам, которые насмерть стояли, задерживая войска Гитлера, тем украинцам, которые подарили столь нужное время, чтобы выстояла Москва. Тебе шо, делать нехуй. Хотя правители Украины этому, наверное, тоже рады, ведь в ролике ДНК Украины Каков твой генетический код? Защитников своей родины, а именно Киева, Одессы и уж тем более партизан, стерли. Но это не значит, что тех украинцев остальным нужно забывать. Хотя кому-то было бы удобно. Война выиграна. Не хочу никого обижать, но в основном за счет ресурсов человеческих и индустриальных ресурсов Российской Федерации. Русских действительно погибло больше и РСФСР была больше задействована. И это ведь самое важное, да, в победе над нацизмом. Какая нация больше задействована? Можно РСФСР еще поделить, выделить какую-нибудь область, самую важную, да, вот она как бы больше всех остальных. Ну по факту-то реально так. И еще, наверное, не стоит вспоминать, сколько в процентном соотношении каждый народ на алтарь победы жизни положил. Да какая разница? Правители Украины также пытались обособиться и использовали участников конфликта, в которых большую часть человеческого ресурса занимали украинцы, что позволяло разгонять обособление еще сильнее. И это только в кино. Про ток-шоу я и говорить не хочу. Все были против нас в 41-м году. Все! Всех, кого мы спасали от турок, от французов, все перли на русские земли, чтобы пограбить нас. Теперь Украина! Хватит, мы уже вам всем помогли. Вот тут Жуков, а вот здесь маршал Рыбалка рядом с ним, вот тут Покрышкин, а вот здесь Кожедуб, 62 сбитых немецких стервятников. Тут что делить? Ресурсы, влияние населения и прошлые заслуги, которые закрепляют право обладать первыми пунктами. Итак, после Белавишской пущи, в общем, Россия, Украина, делили, делили все имущество, и вот, наконец, как я понимаю, разделили. Теперь жизнь с понедельника пойдет по-новому, по-хорошему, да? Если мы это захотим. И так как общая экономическая база была разграб... разделена под идеологическим прикрытием национализма, то и абсолютно полностью потерялся смысл в этом. Ты что ж думаешь, мы без тебя оборону не выдержим, что ли? Именно. Попал у самая яблочко. Так как за активы начинает работать борьба между собой, а поэтому за Украину будет страдать украинский воин УПА на тюрьме, а за Россию русский сиделец. Я прошел 9 сроков. Я русский мужик, а потому бью, харю в кровь всякому, кто полезет в мою хату. 9 мая президенты стран поздравляют граждан со своим днем победы над нацизмом. При этом на канале Россия 1 простой русский солдат жмет руку эсэсовцу с небезызвестным знаком Тоттенкопф. А президент Украины постит солдата с тем же шевроном, поздравляя с тем же праздником победы над нацизмом. Пока в Польше украинцы кричат фашисты и бьют полячку, которая возлагает цветы, в том числе и польскому воину-освободителю. А премьер Польши говорит, что русский мир это наследник украинской повстанческой армии. По первому же каналу заблюривают советские флаги, параллельно обвиняя украинских солдат в попытке уничтожить правду. Свою правду от украинских военных защитила бабушка, которая вышла к ним с красным знаменем. Российская нация водрузила красный флаг над Рейхстагом. С точки зрения нации, конечно, это историческая, тысячелетняя российская нация. Российская нация. А что в 45-м то тоже не Россия выиграла. Первый украинский фронт, второй украинский фронт, третий украинский, четвертый. Белорусские фронты. Да. Российские фронты. Вы помните? Ну а Гагарин гордится русским миром, а Королёв украинским. Я сколько жил, я никак не думал, что в такое ебанатство попаду. Вы же, я не знаю, вы же в тех же школах учились, а, у тех же учителей. И речь не про святейший Советский Союз. Советский Союз закончился 30 лет назад. Правда, процессы, которые тогда запустились, идут, судя по всему, до сих пор. Уважаемые люди Украины и России борщ, блять, делить начали. Нельзя было делиться борщом. Ну нельзя. Он должен был принадлежать только кому-то одному. Вот только кому-то одному. Какому-то одному народу, одной национальности. Нате борщ на. Оп! Может, лучше вы бы о цене на борщ поспорили? Просто от украинскости или русскости борща он дешевле не становится. Нет, это не важно. Сначала надо определить, чей борщ, кто врет о национальности борща, использовать, блять, борщ как оправдание. А народы Украины и России пока будут за это платить. Клятые москали! Чёртовы хохлы! Эпиндосы сраные. Платить за эфемерные, естественно, будут материальным. Вы же сами видите, гибнут люди. Это вопрос политический. Сколько же людей должно погибнуть, прежде чем мы сможем как-то отреагировать? Опомнитесь! Убили деда и мужика, который напал на полицейского! Необходим тактический ядерный удар. Срочно делайте запрос! Здесь не дураки сидят. Мы знаем, что мы делаем. Штаты намерены дестабилизировать обстановку в регионе? Наша военная база им здесь как бельмо на глазу. О, бля, бесит! О, сука, бля, бесит! Бесит, бля! Бесит! То есть они все делают просто потому, что бельмо на глазу? Так можно объяснить любую отвратительную агрессию. Например, почему бомбили города Югославии? Фурункул на жопе. А причина Ирака. Бородавка на пальце. Про Афганистан даже знать не хочется. Герпес на пенисе. Телеканал НТВ объясняем геополитику помощью аналогии на разные раздражения и проблемы. Ой, как удобно. Планируется размещение американских военных баз здесь. На побережье. Все, это база. Не дожидаясь помощи государства, Фадеев собирает отряд обороны. Если кто-то боится, может уйти. Це божевиля. Я пришел. В русском фильме «Украинец засал». Почему я не удивлен? Отгадайте, кто сыкло в украинском фильме. Це буфния. Врешь, собака! Справедливости ради стоит сказать, что и в российском фильме. Есть хороший украинец, это бывший коп. А в украинском фильме это будет русский бомж-алкаш. Это библейская история. Абсолютно. Приезжают бандеровцы, но герои не открывают огонь, а стоят и ждут. Ждут. Продолжают ждать. Ждут. Еще ждут. И продолжают ждать. Можно дождаться, пока вас всех убьют, и тогда драматичная музыка станет еще драматичнее. И они, блядь, так и делают. Дожидаются, пока приезжают люди с коктейлями Молотова, начинают их забрасывать, и даже тогда герои не стреляют. Терпим! Мы должны подставить другую щеку! Мы ведь не эти дикари! Батюшка, попробуй и ты! Вы же все братья-христиане! Что же это? Господи. Эти люди совсем безбожные? И пока ополчение борется с сатанистами, Фадеев приезжает к своему другу и вспоминает совместное прошлое, когда все было так хорошо. До тех пор, пока украинец не стал продажным мерзким ментом, а русский не стал честным патриотичным моряком. Море, оно всегда было здесь. Оно наше море. Твое и мое. Ну, ты это не спеши. Любой объект, конечно, твой. Пока он кому-то еще не нужен. Можно, например, распродавать землю, которую, естественно, купят самые крупные собственники. А можно землей засыпать воду. Нам его быть. В ближайшее время этот вид сильно изменится. Сначала вместо воды, которая сейчас скрыта под коркой льда, здесь появится земля. А уже на ней вырастет целый квартал. По плану здесь построят почти миллион квадратных метров жилья. Море, оно всегда было здесь. Оно наше море. Твое и мое. А в остальном, да. Украинец, русский. Все это твое. Навсегда. Фадеев с другом украинцем пытается по-человечески. Ну, разве с украинцами можно по-человечески? Вставай, сука, ты че себя как баба ведешь! Несмотря на то, что умер продажный мерзкий украинец, этот все равно друг, и Фадеева это злит, и он идет мстить другим украинцам, которые засели в недостроенном здании. Герои с бандитом заходят в логово американца, но внезапно... Стоять! Стоять! У вас все в порядке? Yes, of course! Злой американец приказывает убить честного русского и продажного украинца. Но вместе они лысая сила! Наконец, союз народов реален. Осторожно! Там Яценюк со своим бессмертным! Як шо куля в лоб, то куля в лоб. Попадание пули в организм. Попадание соли в организм. А если нет разницы, зачем платить больше? Герой расстраивается, несмотря на то, что умер мерзкий продажный украинец! После чего Фадеев хватает пулемет и отправляется к защитникам деревни. Стреляя из пулемета от пуза, он героически приказывает отступить. Но силы неравны и шансов больше нет. Стреляя из пузырьки 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 Кавалерия прибыла! Пропаганда говорит, что на первом месте человеческая жизнь, а потом уже политика и прибыль. Как с таким нарративом? Пропаганда снимет сиквел про Донбасс. Посол Российской Федерации на Украине Михаил Зурабов примет участие в церемонии инаугурации избранного президента Украины. Он возвращается в Киев для продолжения исполнения своих функций. Ехали мы в Сколково и на Селигер Хочешь еть, хочешь не еть А попали по укурке в ГНР Как же тут не охуеть Подъезжает золоченый БТР Хочешь верь, хочешь не верь Не обманешь этого убер-чувака Офицера на броне Нас писали по приколу в ЧВК И мы типа на войне Все равно безосновательный пиздец Ебанутый Селигер Лучше апокалиптический Донецк Где бы были 8 лет Однажды ты узнаешь, что этот принцип работает в обе стороны Впрочем, по новостям понятно, что явно не в окопах Там были другие Мой друг, который уехал из Киева воевать на стороне ЛНР погиб А другой мой друг был в правом секторе И тоже погиб И мне очень тяжело об этом говорить И одного, и другого я уговаривал не брать в руки оружие Минские соглашения, кстати Они так сформулированы, что я выгоднее Для Донбасса Не могу представить себе соглашение Только выиграли Крайне выгодны И русскому делу на Украине, и России Выгодны, да и Украине, да и Западу Вы попробуйте на улицу выйдите Хоть здесь, хоть там И спросите выгодоприобретателей Обычных граждан Правда они вам ничего не ответят Выгоду считают А как иначе, когда страна кровью истекает Элита бизнес ведет? Ведет Экономика просела, но в конце концов Эпоха бедности закончится Да и опять же, есть доступный социальный лифт в виде армии В ней уж точно с голоду не умрешь Вспомнить ту же операцию по восстановлению конституционного порядка в Чечне Главное, войной не называть И тогда для участвующих народов это будет как бы выгодно Я не согласен с формулировкой антитеррористическая операция С террористами не борются Обстреливая город из пушек И я сказал совершенно честно Представьте себе, что в нашей студии Завелся террорист И нас в поисках террориста Стали обстреливать из артиллерийских орудий После этого меня даже на вторую часть эфира Вообще не оставили Вот в чем вся штука Потому что моя позиция не угодна нынешним властям А что так можно было что ли? В Киеве убит скандально известный журналист Олесь Бузина Его расстреляли прямо возле подъезда собственного дома Нет, нельзя Выясняется, что высадка солдат в Крыму Была за три месяца до Майдана При законной киевской власти А что так можно было что ли? На благо народу То есть в суверенное государство высаживается десант Потому что бельмо на глазу И потому что есть бандиты И этого достаточно? Это нормально? А такая фича доступна гражданам России? Куда звонить? 808 5 , 5 , 5 , Mehr Проще позвонить, чем у кого-то Служба безопасности Украины объявила всех Кто здесь Думаю, всё плохо будет. Так, звук? Ну, за... За Крым! Сейчас Беркут гореть живьём начнёт, и тогда выпьем. О! О! Студентов пиздит! Поехали! Пацан за столом, как вы понимаете, это сын героя, которого он забрал у жены в Крым. Знаешь, мне здесь больше, чем в Турции нравится. Да? Почему? Ну, не знаю, здесь все по-русски говорят. Ахтун! Ахтун! Ди дольщи солдаты! Айне фролисис нахвих! Ди русских панцер-компаган марширинь на Берлин! Вы всё ещё хотите в Турцию? Далее нам демонстрируют военный корабль Черноморского флота, который выглядит несколько слабее обычной гражданской яхты обычного российского стартапера Мордашова. Ну, нам нужно быть больше как-то, ну, что ли, одной нацией. Поддерживать друг друга в этом процессе. Яхты не заводятся, что ли? Русской нации надо в едином порыве подтолкнуть? Я, кстати, загорелся идеей единой нации, обзвонил русские банки, и попросил не брать с меня внезапно появившуюся комиссию. Мы же одна нация! А они почему-то отвергли это предложение. Он русский вообще? Мы в хороших-то условиях не могли национальную экономику перестроить, а сейчас таких, ну, тяжёлых, да, критических полувоенных. Ну, может быть, нам, россиянам нужна война, да, чтобы, так сказать, себя как-то заставить действовать. Аааа... Оу... Ебать... Извините, я просто не знаю, как на это реагировать. Тем не менее, меня загнали в вилку. Я либо должен признать, что русский народ – это ленивый, ничего не делающий народ, и я так не считаю, либо я должен признать, что управленцы бездарности, которые не способны в спокойных условиях выстроить свою работу. Но так считать опасно. Чё делать-то? Нам нужна рыночная свобода. Выталкивание максимальной степени валюты за рубеж любыми способами. Сегодня это благо. Нам нужно всё это восстановить, чтобы создать мост в будущее. А потом все будут удивляться. Ой, а что это с моста люди падают? Машины. А почему до этого суверенный мост в будущее не получилось создать? Ещё Медведев в 2007-м описывал планы. Пятая колонна в штаны насрала. Да, потом был кризис, но в целом многие оправились, благодаря таланту Мордошоу в том числе, который тогда ещё мог заставить действовать русский. Да и вы сами называли те годотучными. Это не решение отдельных чиновников к этому привели. Это люди опять не так что-то сделали. Просто ведь и программы были, то же самое импортозамещение. Импортозамещение остановилось по причине невозможности приобрести импортные компоненты. Логично. Но уже через неделю Минпромторг опроверг данную информацию, сказав, что этого не говорили. Нормальный ход. И так как нихера не изменится, если виновных не наказать. Неправильно. Теперь я точно знаю, как дальше жить. Я уверен, что виновных наказали. И тот же инструментарий, который привёл нас к сегодняшнему дню, на этот раз приведёт к счастью, дружбе и жвачке. Прекрасный план, неперевершенный. И надейный, сука, как швейцарский часик. Никуда это море от нас не денется. Оно всегда было, есть и будет. Наше море, сын. Смотря какой исторический период брать. Мы шутали тебя, какая дура, это шутка. Вот такая пропаганда, которая толкает зрителю невнятную абстракцию, завязанную на отсылках к советским фильмам, морю, небу, полкану и эфемерности. Где Украина? Тут. Ну а враги это бандиты-украинцы, которые, понятное дело, такие, потому что жирные и воняют. Hello darkness, my old friend. Нет, ярлыки, безусловно, есть. Просто зрителю не поясняют, что это значит. Кто эти люди? Сам не догадываешься. Бандеровцы. Но это ужасная шовинистическая пропаганда России. Украинский-то бизнес спонсировал другое кино. Слава Украине. Тем более спонсировать надо было. Ведь после Майдана телеканалы отказались от российского контента. Сетку вещания необходимо было забить своим. И как раз к старту военного призыва вышел сериал про украинских гвардейцев. Не заёбуй. Это не культурно. Да не этих. Речь про национальных гвардейцев. Украинский сериал под названием Гвардия начинается с Майдана, куда стекаются главные герои. Они характерные и разные. Но у всех них болит душа за родину. Нет препятствий патриотам. Есть боец-семьянин с чубом наперевес, которого все зовут Казак, Ботан Маменькин сынок, и любитель граффити эмоциональный хипстер. Я не понимаю, что это политика, дурачок. Это люди, которых убивают скоты. Кто эти люди? Сам не догадываешься. Рашисты. Никуда тебя не пущу. Ё-моё! Вот и прыгнул, блять, дебил. Кроме этого, когда на Майдане начинаются прямые столкновения, в самую гущу прибегает паренёк со своей девушкой по имени Ната. Весь Киев на марикадах узнаем, что будет топчемся. Я слышал про жида медведя. Что ты слышал? На Майдан они прибегают не для того, чтобы дать бой Беркуту. Есть вещи поважнее. Я здесь, я рядом. Ну ты время нашёл. Дурак. А в свадебное путешествие поедем в Сирию. Сирия Беркута Сразу скажу, что мотивации мести в двух фильмах как бы работают, но тут привязываются к реальному событию и подсознательно в это верится больше. Именно поэтому продюсеры так часто прибегают к плашке основанно на реальных событиях, чтобы зритель верил и не задумывался. Также одним из героев является крымский татарин. У него трудности в семье и он получает поистине предательский ультиматум от жены. Или ты пишешь сейчас заявление на русское гражданство, или я пишу на этой бумажке в ФСБ и ты больше никогда не въедешь в Крым. Никогда не думал, что продашь меня так дёшево. Я напишу в Интерпол и тебя больше не пустят в Европу. Дёшево. ФБР напишу. Дёшево. Моссад. Дёшево. Тогда я напишу в КНБ и ты больше не посетишь Кокчетау. Командовать же гвардейцами будет Дед. В исполнении одного из лучших актёров Украины Алексея Горбунова, которого в Интернете большинство знают как участника скетча и Оптимус Гэнг. БЛЯТЬ! А на самом деле портфолио у актёра огромное. Но лично я первый раз увидел его в перестроечном проекте, подливающий бензин уже в горящий костёр национализма в Союзе. Заглушить любовь к родине и посеять вражду между нашими народами. Моя твоя не понимает, да? Белок встать. Тоже чурка не русский. Несмотря на явно заказной характер, фильм искренне советую посмотреть, талант режиссёра запечатлел невероятную атмосферу пиздеца, да и, к сожалению, зафиксировал ролевую модель в отношении простых людей двух народов. Огонь! Огонь! Стреляй! Огонь! Это всё из-за тебя! Из-за тебя здесь тяжело! Но вернёмся к гвардии. Дед должен воспитать разведчиков из добровольцев, что закалились в боях Майдана. Вы низшая форма жизни на земле. Вы вообще нихуя не люди. Вы всего лишь неорганизованная стая скользких, вонючих жаб. Я строг, и поэтому я вам не понравлюсь. Но чем больше вы будете меня ненавидеть, тем большему вы научитесь. Я строг, но я справедлив. Дисциплина ноль. Экипировки нет. Жратвы нету, Жора. Через не можу. Правда, в отличие от Хартмана, местный командир не жестокий. Он скорее батя. Второй же командир по имени Жора чуть построже и пытается пресекать всякие намёки на свободу личности. Получаешь у старшины краску и превращаешь свою мазню в чёрный квадрат, understand? Ты шо, падло, не разумеешь украинской мовы? Часть художеств замазан, но одно остаётся нетронутым. Почему не закрашено? Так не могу. Флаг? Какая у вас простецкая пропаганда? Добрый день, капитан Иванов. Какой у вас креативный патриотизм? Если раньше правильные это чёрно-оранжевые, то тут это жифтоблокитные. Эти свои, а эти чужие. Борьба за расцветку без вопросов к экономике и политике. Цвет флага может быть любой. Вопрос, что за ним? Но это не важно, сначала нужно выбрать какой правильный. И выбирать начали давно. Вспоминается один из самых дорогих фильмов Украины. Морчимся! В России тогда фильм в прокат не пустили, ссылаясь на русофобию. И действительно, многие мерзости там соотносятся с российским флагом. То ли дело, российский фильм матч. В котором злодеи носят уже жифтоблокитный флаг. Речь про украинских коллаборационистов. То, что российское государство спонсирует правду похвально. Вот если бы украинцы снимали не про какой-то там вымысел с Петром Первым, а показали бы русских коллаборационистов под бело-синий красным флагом, что служили нацистам, тогда бы и в России в прокат с радостью пустили. Ведь это не ради укола конкурента. Это ради исторической правды. Самое смешное, что сценаристом фильма матч значится автор статьи что Россия должна сделать с Украиной. В которой написано, что в экономическом и политическом устройстве Украины виновата не только элита, но и значительная часть народной массы украинцев, которые являются пассивными нацистами, пособниками нацизма. Это что-то вроде русскоговорящие жители Украины оккупанты и рабы? В чем тот скандальный украинский идеолог отличается от русского? Главное, не клятый хохол! В общем, большая часть украинского народа виновата в том, что потакала нацистской политике, голосуя за мир Порошенко или мир Зеленского. Но тем самым она была встанута в нацистскую политику и теперь не работает гипотеза народ хороший и власть плоха! Ээээ... Исходя из этой вводной, я бы сделал вывод, что выборы это хуйня ебаная. И что политика государства строится исходя из интересов определенной группы элиты, а не из голосования какого-то там объекта в виде народа. Но автор куда логичнее, поэтому он и пишет сценарий для российского кино. Только есть одно но. Российские власти так-то тоже признали Порошенко. Потому что они ему поверили и выбрали мир. Автор, ты куда клонишь? Но вы не понимаете, это другое! И насчет коллективной ответственности. Уважаемые судьи для целых народов. А не вы ли говорили, что надо чтить память о Великой Отечественной? Клятая Гейропа забыла. А если забыть, то будет вот такое на 9 мая. А вы сами ничего не забыли? Например, то, что обвинения целого народа в самой страшной войне пресекались, когда война шла. Фашистом стал, да? Иди сюда! Вот немецкий мальчик! Иди! Стреляй! Стреляй! Дай, блять, ему огнемет! Или подождите, неужто красный флаг достается лишь когда выгодно? Например, когда зарплату не хочется платить? Камон, ребят. СССР 2 и 0. Впрочем, не вы одни так делаете? И ничего лучше Советского Союза мы пока здесь на этой территории не придумали вообще-то. Давай, заебал ты, ёбаный шашлык! Я догадываюсь, что мне ответят. Тогда проводились опросы и население поддерживало! Окей, мы верим в независимые опросы, но для многих воинственная диванная поддержка существует до тех пор, пока молох смерти и разрушений не начинает виднеться на горизонте. Может люди другие? На что вы готовы ради страны? На всё. У нас есть патриотический список. Можете, пожалуйста, нам оставить свои данные? И в случае всеобщей мобилизации у вас будет во... Подождите, почему? Мужчина! Также к отряду присоединяется независимая журналистка из Польши, которая снимает вертикально на айпад. О, курьба! Ну и, конечно, продолжаются тренировки. Подъем! Я условный противник, а это условный нож. Осмотрите себя. Это что за херня, капитан? Кроме этого, конечно же, герои учатся стрелять. Как мои. Девчонка, бомба, пулю-пулю кладет. За себя и за Борю. За Сашку! За Борю. За Сашку! Борю. И так как героев готовят к заброске в стан врага, необходимо придумать легенду. Ребята с Ростова звонили, говорили, что по контракту тут выявят. Чешет по-москальски не хуже Киселева Геббельса. Это как поцелуй через презерватив. Ну-ка, расскажи. Россия, вперед! В войсках вроде не так друг друга приветствуют. Или у вас рейд на Газманова будет? Россия, вперед! Оставляем вперед Россия! Далее, как и в фильме Крым, зрителю решают ничего не объяснять, а действовать только через эмоции. Демонстрируется хроника, где есть страдания солдат, а также узнается дебальцевский котел. Всем просто за рук лидия станет только с востореячивым. Это нам говорят или им? Нам. Это наш. Это наши? Да, давай. И документальные кадры работают на зрителя, ведь мучения человека, если ты не ёбаный садист, воспринимаются как мучения и вызывают сиюминутные эмоции. Но тут эти документальные кадры влияют на вымышленных персонажей и являются их мотивацией к действию, а именно требованию срочно отправить на фронт. И постановка тут на уровне того ролика с Кэндал Дженнер и Пепси. Власть принимает патриотичное желание и после нескольких дополнительных тренировок готова отправлять солдат в бой. Также выясняется, что Жора – тайный батя хипстера. Я должна праздновать превращение сына в пушечное мясо? Я иду вместе с ним. Двойной праздник. Герои под бравую музыку показательно бегут по лесу, сливаясь с зелёным пейзажем и сугробами снега с помощью жёлтых наколенников. Чем поможет эта маскировка? Под что она маскирует? Главное – не ешь жёлтый сиянь. Группа видит уничтоженный блокпост и погибшего солдата, после чего сообщает начальству. Но внезапно… Цивильный. 500 метров. Увидела? Не знаю. Херово знает. Ми-8. А муха тоже вертолёт. Алё! Давай мочи их. Позвони лучше ГРАДу или БТРу. Да, да. Давай. Снаряды попадают прям в толпу бегущих, но сила патриотизма отталкивает осколки и все выживают. Сюда же приезжают солдаты с нашивками российских войск и георгиевскими ленточками, дабы добить украинских солдат. Несмотря на задачу, они не знали, что там есть украинские солдаты? В каждом снайперу определена цель. И он всё время видит эту цель. А на цель перемещается и он, глазами так сказать, перемещается. Постоянно. Постоянно. После успешного выполнения миссии герои возвращаются в прифронтовой штаб. Куда благодарные граждане приносят продовольствие и не только. А у противоположной стороны, наверное, детишки не такие милые. А их родители не такие добрые и воспитанные. Геша, ну возьми ещё бутылочку, или ты меня не любишь. Ива с утра, это ещё не кончено. Может, маленькая девочка хотя бы что-то нарисует? НЕЕЕТ! Как вы понимаете, тут тоже. Может, люди другие? И если не русские меркантильные, то не украинцы наркоманы. От рождения они такие. Это или русские, или украинец. Ничего себе, я тебе говорю, вот этот попал. Но не только мирных поглотил порог. СССР 3,14 строят, в общем-то, такие же наркоманы и алкаши. И на этот раз уже враги Украины жирные и воняют. Кстати, ресторан, на фоне которого сделано это фото, ушёл из России. Кроме этого, журналистке удается взять интервью у одного из представителей Луганска. Киевская Русь – это исконная российская земля. И наша главная задача – искоренить эту хохляцкую Украину, стереть её с лица земли. Видно, опять приснился Гитлер. За конфликт четырнадцатого года, конечно же, можно всякого накопать. Включая цитату про наднацию русских, что так-то покруче простых национальностей. Тем не менее, полностью цитату, как у персонажа в фильме, я не нашёл. Зато нашёл такое – из уст одного из самых известных полевых командиров Луганска. Почему-то акцентируется внимание на то, что мы воюем с фашизмом и больше ни с чем. Нет, дорогие мои, есть среди вооружённых сил той же Украины тоже здравомыслящие люди, которые когда-то тоже поднимались против узурпации власти, унижения человека. Необходимо поставить, в конце концов, на место тех, кто все эти годы использовал нас только в качестве своей наживы. Научиться пользоваться своими правами. Если этого не случится, грош цена победы над тем же фашизмом. А чё, так можно было, что ли?! Командир бригады ополчения «Призрак» Алексей Мозговой получил осколочное ранение в результате покушения. Что нет – нельзя. Что их, что нас сейчас используют. Используют в своих целях. Это всё бизнес. Чистейший бизнес, вот и всё. Можно создать одну волну, на противодействие которой создаём другую, зарабатываем и там, и там. В Луганской Народной Республике автомобили Алексея Мозгового сначала подорвали на меня, а затем расстреляли из пулемётов. Нельзя. И знаете, что пугает? Что схожие вещи говорил командир Айдара. Айдара, который в тот же момент воевал с другой стороны фронта. Если честно говорить, такое ощущение, как я говорил в самом начале, что просто власть не хочет ту территорию забирать. Те, которые проходят во власть, может быть, они мало повоевали, может, мало похоронили своих друзей, раз они пошли на сделку с олигархами, с властью, с крупным капиталом. А вот текст удивительно близкий к словам из сериала я нашёл в речи президента. Правда, этот текст он вложил в уста врага. Трогать современные агитационные речи даже не хочется. Нам потребна перемога. И если для этого доведется вырезать все ваши семьи, я буду одним из первых, кто это сделает. Слава наций! А с другой стороны говорят. Мнение абсолютно радикальное. Я считаю, что даже само понятие «Украина» не должно существовать в будущем. И понятие «украинец» не должно существовать в будущем. Раньше не было этого понятия, да? То есть понятие «украинец» было идентично понятию «сибиряк». Вот я сибиряк. Сибирякам уже пора насторожиться. Я больше скажу, и понятие «русский» оно не всегда было. Я русский. Я почему-то думал, что первично экономика, а не то, как люди себя идентифицируют. Но я всего лишь ватник, нацист, укроп, зеленист, путинист, коммунист, либерал, мазохист, русофоб, анонист, иноагент, украинофоб. За сто лет удалось из, значит, русских нормальных людей сделать, значит, украинцев. Ёбнутый! Украинцы — это не такие нелюди, как россияне. В первую очередь, мы люди. Есть только два гендера. Что один, что второй вариант — не очень хорошие. Причем они настолько нехорошие, что возникает вопрос к генеалогическому древу. А еще был вариант от свободных россиян выдавать паспорта хороших русских. Блин, мне как-то больше нравится нашивка звезды Давида. Бля, слов нет. Да не этого Давида! Кто сказал, что мы за сто лет или за пятьдесят не сделаем все обратно? То есть должен быть именно такой проект. Стоп! Зачем так мелочиться? Может, лучше сделать проект, который также не накормит голодных, но! Он вернет все на миллионы лет назад! И мы станем австралопитаками! Заебись! Натуре класс! Пошел ты нахер! Пятикантропы лучше! Пятикантропы за фашистов! Ты фашист! Возвращаемся в будни Новороссии, в которой, отвлекаясь от употребления наркотиков и алкоголя, местные неукраинцы пытают украинцев. Ты должен будешь отдать пятьдесят штук американских баксов. Морда бандеровская. Зачем же вам баксы? Вы же за русский мир, вам рубли нужны. Ай, блять! Да, да, да. И если в российском фильме грабили бандеровцев, то в украинском фанаты русского мира. Хотя и там, и там показывают неотличимых бандитов. Разница лишь в цвете флага. Ну а далее происходит страшное. Один из орков-ополченцев находит паспорт украинца. Кочубей Татьяна Игоревна, громадянка Украины. М… москалык. Ты смотри! Оказывается, одинаково важен паспорт своей великой державы. Только вот у самых ярых родителей за величие державы дети почему-то обладатели паспортов других, менее великих держав. Хохлы виноваты, москали виноваты, пиндосы виноваты, кто-то виноват. Стоп, а в четырнадцатом году у жителей Луганской какие паспорта должны быть? Мы у нас до сих пор все с вами давайте так объективно украинские паспорта. Это шнапочка, книга мертвых во славу Вильдивула. Если через три дня бабла не будет, махатляцкий ублюдок сдохнет, ты понял? Помните, вопрос не в грабеже, вопрос в национальности грабителя. Если вас грабит грабитель вашей же национальности, то все хорошо и нормально, а вот если любой другой... Мы вас грабить никому не дадим, сами будем. Издевательство над гражданским записывает честная журналистка. Ее замечают, хватают и бросают на тюрьму. Толь, так я бабу три месяца не пялил. Че ей пяли? Твощая как глиста. А далее происходит интересная деталь. В четырнадцатом году велось повальное обесчеловечивание, чтобы не было жалко ни мирника, ни пленных, ни живых, ни мертвых. А то мало ли, в этих неправильных еще и человека разглядеть можно, а ни человека не жалко. Что такое? Что такое? Ну а в четырнадцатом году жгли вату да стригли укроп. А когда бомбардировка мирного города, так... Колорады же гибнут да их самки. Вообще, обстрелов нет, ведь It's all fake news. It's all fake news. Сериал же совершает подмену. Дескать, они себя сами так называли. А значит, глумиться можно. Колорад ждет. Отсчитываться будем. И действительно, из уютных квартирок войскам диванным весело. Ведь их это никогда не коснется. Как и весело тем, кто глумится сейчас. Ведь и их это никогда не коснется. Твердо и четко. Твердо и четко. А мы возвращаемся на тюрьму. Ополченцы ее покидают, оставляя журналистку в одиночестве. Ну а та достает мобилу и пишет смс со своим точным расположением и отправляет его разведгруппе с просьбой помочь. Что? И естественно, мы Ставить название нации. И с нами Бог. И просто нам правы на наши, которые мы прощаем и виноватся наших. Вот и царство и силы. Да поможет нам Бог. С другой стороны, Веру-то тоже разделили и сделали ребрендинг. А как выбрать своего Бога? Сегодня есть такой тест на лояльность этой власти. Тест очень простой и одновременно ужасный. Это гей-парад. Но вы говорите ЕГЭ. Не треба думать, что население Донбассу невинное. Голосовали на референдуме за федерализацию. Голосовали. Голосовали. Сгрешили. Сгрешили. А этот грех на какой странице? Восемь лет идут попытки уничтожить неприятие так называемых ценностей. Ясно. Воюем семейными ценностями. Ладно. Прощение без справедливости. Есть капитуляция и слабость. Повинно откупить страждание моих кровью. И на третий день Бог создал Ремингтон со скользящим затвором, чтоб человек стрелял в бондировцев, в вату, в русню и у кров. Аминь. Разведчики проникают на территорию Донбасса и стоит сказать, что все это время они не зря тренировались. Ведь при пересечении границы на фоне фар их никто не замечает. Чё здесь делаете? Прикольно. Война типа. Война прикольно. Голод кайфовая. Болезни модно. Я решил прогуглить, а где же дети эстеблишмента, что спонсируют подобное. Что-то пишет про какую-то Швейцарию, Женеву. Видимо это где-то под горловкой, там где в четырнадцатом году весь прикол был. То ли дело дети российских чиновников. Кто-нибудь вообще слышал истории, как они из других стран постят хэштеги, которые противоречат тому, что говорят их родители? Я, например, нет. Не говоря уж о самих чиновниках. Я даже прогуглил. Уехать из России чиновник со знанием гостайны. Выдалась одна статья на сайте московский комсомолец, которой нет. Нет такой статьи. А всё потому что... Быть этого не может! Бедственное положение детей осознаёт только украинский разведчик. Клятвий нам. Ненавижу! Войну ненавижу. Почему война плохо в фильме не покажут? Мирным жителям вроде как даже прикольно. Да и по сюжету здесь всё плохо как бы само по себе. Может люди другие? Мало кто знает, но этот пулик в ополчении. Вместо клятвы присяги. В общем, украинцы браво режут донбасское отребье и солдатню с... сербскими флагами? Остаётся убить ополченца-насильника и... кого же не хватает? Кто же ещё жил в четырнадцатом году на юго-востоке? Кто же, кто же, кто же? Бухануть у тебя хоть что-то есть? Нет, ничего. Алкаши, точно! Многие, кстати, вообще стали забывать, почему тогда начался этот конфликт. Донбассы! Хватит употреблять наркотики и бухать! Наху, пошёл, козёл! С Ваньком нас знают? Да я метнусь. О, Ванька упал. Вот так вот есть. Оп. О, Ванька упал. Похожий на Макдоналдс товарный знак дядя. Ваня не смог пройти регистрацию. О, Ванька упал. Вставай. Через... не могу. Через ещё трохи. Постой, братан. Как вы понимаете, один из украинских разведчиков пытается внедриться в ряды ополчения. Вон там вот пункт приёмовый ополченцы. Дают два пузыря. Да ты чё? Да, и бабок. Единственные, кто продолжают считать жителей Юго-Востока этот биомусор и падшую мразь за людей, солдаты Украины. Завтра мы должны занять населённый пункт Светлое, вытеснив оттуда террористов. Главное, чтобы не пострадало мирное население. Ты видел это мирное население? Они такие же украинцы, как и мы. Несмотря на декларируемое равенство, нарратив, который существовал ещё в 90-х, В этом сериале уничтожается подача. Здесь очень просто отличить своих от чужих. Может люди другие? Ну и после демонстрации цивилизованного блокпоста украинских военных, мы понимаем, чем ещё они отличаются от людей с другой стороны фронта. Я хотя бы к туалету приучен. И, видимо, потому что украинский разведчик не был готов ссать где попало, его хватает местная изморозь, избивает и заставляет копать могилы. Сегодня ты пидешь пид землю. И это факт. И если российские флаги понятны для обозначения принадлежности, то вот наклейки на каске это какое-то новое слово в идентификации. Не, ну я специально нанёс наклейки. Вдруг вражеский снайпер подумает, что я за него. Не хочется, чтобы он по своим стрелял. А так понятно. Он же не тупой. Аааа! Хо-хо-хо! Чуволь Манерлайн. Давай, давай! Давай, Семёновна, вали её. Да кто, блять, такая это Семёновна? Мы имеем дело с экспертом по оружию. Взрыв чапки. Ми-8. И рукопашному бою. Рэмбо был лучшим. Давай, Семеновна, вали ее. Но Семеновна дать не успевает, ведь прибегает наш передовой отряд. Кладет всех мордой в пол. Семеновна же выстреливает сигналку и вырубается. Но это не спасет, ведь снайперша запомнила, как дорого стоит человечность. Убить всех. Бог сам потом разберется. Начинается погоня и происходит мягкий косплей Терминатора 2. Толит нас догоняя. Цевин. Не вставай. Або-якость-то. Ну, или как-то так. Ведь тут бронежилет защищает только один жизненно важный орган. Хер. Несмотря на то, что преследование идет нос к носу, герои умудряются оторваться и организовать засаду. Граната. Черт. Вот и думай головой. Чего разылись? За что паски получаем, а? А ты вперед побеги. Покажи пример. Я снова заветное знаю. Заводку. В целом перестрелка напряженная. Такая же, как и звуковое оформление. Патроны есть? Есть два магазина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец начинает работать снайпер, и каждый выстрел попадает в цель. Наступает победа. Именно в тот момент, когда мать хипстера решает рассказать сыну, что командир отряда его отец. Поговори с мамой. Алло. Привет. Мама, я хотела сказать тебе. Отец. Он сам тебе все расскажет. Если вы и дальше так будете сидеть при обстреле врага, батя успеет рассказать всему отряду. Короче, я его батя. Да ладно? Нихера себе. Без шуток безговорочный плюс сериала. Это прекрасная песня в титрах. Плачь, Жура, смерть спи, Вайда, не звуруй, сегодня еще не шанс. Так, стоп! А если тебе продолжает нравиться украинская музыка, ты латентный иноагент или еще нет? На всякий случай, послушаю родное. Титры идут с демонстрацией солдат ВСУ, и на этом сериал обрывается, хотя должно быть еще восемь серий. Коломойский, где продолжение? А че ты не спрашиваешь, как рейдерский захват в Укртранснафте произошел? И русские диверсанты сюда попали, а? Че ты об этом не спрашиваешь? Я просто обзор на ваш сериал делал. Че ты замолчал? А? Че ты молчишь? Говори давай, вопросы есть у тебя еще? Или язык в жопу засунул? Русский олигарх, тут украинский олигарх народ щемит, помоги! Русский олигарх Спустя два года после первых серий, боевой дух у простого люда нужно было вновь поднять. Напряжение на линии фронта, а также обстрелы, по данным ОБСЕ, начнут сокращаться после восемнадцатого года. А поэтому вот вам сиквел. Гвардия 2. АУТБЕ ПЛАН На сиквел было найдено больше денег, а авторы нашли таки вкладку цветокоррекции. Чего, бля? Это че за хуйня? Нихуя? Начинается второй сезон операции по захвату важнейшей стратегической точки периода АТО. И вы спросите, это что, гора Карачун? Донецкий аэропорт? Нет, это заброшка, которую зачастую арендуют украинские страйкболисты. Вижу двоих на втором уровне. А почему звук падения гельзы был до перезарядки? Это что за звук? Оказывается, враг ожидал, что герои попытаются захватить столь важную точку. А поэтому организовали засаду. Юкропы! Вставайтесь! Вы окружены! Кажется, никто из вас не понял. Ни меня с вами заперли. Это вас заперли со мной! Я с Куинтерсел. Тобой пызда. С помощью гениальной тактики попадания в засаду, попавшие убивают практически всех нападающих. Сами же теряют одного пленным. Делай, что хочешь, только не кричи. А с чего мне кричать? Я не знаю, но в кино так всегда говорят. И второго убитым. Геннадий Горин и мой брат-блеснец Гешка Горин. Короче, один из бородачей погибает. И вам должно быть его жалко, хотя вы его даже визуально не запомнили. Но ему рисуют дети. Подивись. Это ж малюнок от его сына. Два дни я к лист пришел, я хотел передать. Глазья не передал горе. Обсуждая операцию, герои приходят к тому, что в командовании завелась крыса. Ведь кто-то их привел в засаду, в которой они потеряли одного человека, а враг в десять раз больше. Что потом я доповел? Наши разведданные, они игнорируют. Причем такое впечатление, что игнорируют сознательно. Знаешь, есть такое древнегреческое понятие, еще на зонах было. Игнорируют пидорасов. Но наши герои не из таких. Здесь идет намек на таких людей в командовании. Есть предатели, которые не дают победить. Эти слова должно услышать уставшее население, которое стало жить хуже. И начинает задавать вопросы, ведь даже апелляции к патриотизму и нашим уже не работает. Напоминает, как мнение формировали с помощью фильма «Чистилище». Пацаны Желторотики, призывники. Хороший, блядь, подарок. От российских военкоматов Джохара Дудаева. И лично от Паши Грачева. Интересно, что эти фильмы снимали на деньги олигархов. Борис Березовский, это кто? Которые, по слухам, немножко связаны с войнами, на фильмы, о которых они давали деньги. И где вся вина на генералах и предателях? Удивительное совпадение. Также, если война проходит неудачно, вину можно перекинуть на народ, который недостаточно хорошо болел. Предатель! 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 Ведь от силы болельщика зависит исход матча, который устроили хозяева клуба. Только вот когда случились, например, самые массовые в истории человечества демонстрации против вторжения США в Ирак, правительству США почему-то было плевать. Оказывается, кованый сапог, которым растоптали страну, в первую очередь был зависим от экономики. И как бы люди по всей планете не болели, но если это не влияет на экономику, то можно им сказать... Пошел ты нахуй! Но опять же, тогда не было другого выхода. Все ради людей и оружие массового поражения несло угрозу. На мнение людей плюнули, а вторжение и грабеж страны завершились удачно. К слову, и украинских ребят, что отправили воевать в Ирак. Иракскую границу пересекает 19-й отдельный специальный батальон. И война в Ираке становится нашей. Антивоенные акции уже в Киеве также не спасли. Ведь финансовый интерес у уважаемых людей были куда важнее, нежели какие-то там жизни. Есть только один интерес! Народный! Украина тогда попала в свою родную изоляцию. Это правда, в связку и с кассетным скандалом, и в связку с кольчужным скандалом. Президент Кучма поначалу был против ввода войск, но потом внезапно изменил мнение. Для тупых президента элита не равно народ. Вот если бы операция провалилась, тогда да, врагов нации можно было бы обвинить во всех бедах. Как будто они принимали решение по обеспечению страны промышленностью, сильной экономикой, развитой наукой и крепкой армией. А также занимались внешней политикой. От чего и складывается победа или поражение. Говорят, если ты не любишь Америку, катись отсюда. Я люблю Америку. Мы любим народ Америки, но ответ не правительство. Говорят, кто ты, коммунист? Но вернёмся в гвардию, где из-за крыс и плохих генералов герои никак не могут победить. При том, что нам демонстрируют классную форму, солидную технику, опрятность и выправку. Но показывают это лишь для контраста с противником. Безисходность. 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 А тетя Надя не даёт. А тетя Надя не даёт. Мало кто знает, но это не официальный гимн Донбасса. Комиссар расстёгивает пояс. Эээ... Давайте будем объективными. Этот украинский сериал снят через жопу. Тема насчёт форума, к слову, правдивая. Украина после 14-го года занялась усовершенствованием армии. Ведь боевые действия показали неспособность противостоять врагу. Также в год выхода сериала как раз было анонсировано перевооружение. Впрочем, не только Украина с явным рвением вкладывалась в военный бюджет. И закупка осуществлялась не только ружьями Бондарчука. Сейчас чё, а? Да ебей, а тебе жопу сон. Сериал же зрителю предлагает выбрать между украинским Джоном Синой и донбасским алкашом с плаката «Дэрунтерменш». Хотя при желании можно и моджахедов показать интеллигентами. Но самое важное, что, отказавшись от украинского языка, Донбасс перешёл на быдлячий. Чё вылупился? Чё так долго? Ты чё малого прессуешь? Да рожа у него какая-то ущербная. Папа! Верке сиськи позвоню. Верка сиська или Никита пенис? Такую Россию ты выберешь. Реши будущее страны. Именно к этой парочке в тайную тюрьму и попадает герой. К слову, будет идиотизмом считать, что не существовало тайных подвальчиков или тех, кто прикрываясь криками о святой войне за народ Украины или народ Донбасса занимался банальным бандитизмом, мародёрством или удовлетворял свои садистские наклонности. Но как же сбежать от этих зверей? Надо просто отправить смс-ку со своим точным местоположением с телефона, который подкинул ребёнок ополченцев. Что? Ребёнок будто финн из Звёздных войн. Несмотря на то, что воспитывался среди зверья, он оставил себе частичку человечности. А поэтому он на стороне украинских солдат, которые, естественно, человечнее. Шалом православный. Христа на тебе нет. Сука православный. Вместе с пленным герои вытаскивают языка, от которого хотят добиться информации. Ты чё, пытать будешь? Пытать? Чё ты взял? Позывной Титан. Звоня Харунж. Родился на Хопре. Посёлок Высокий. Три месяца, как на Донбассе. Дубляж не попадает в губы из-за страха? Тем временем разведчики отдыхают. И оказывается, что НАТО, потерявшая любимого на Майдане, сразу после признания, оправилась и открыла своё сердце крымскому татарину. Я хочу быть с тобой рядом. Судя по роже, это житель Донбасса, да? Я, кстати, эксперт в опознании корней по фотографии. Юго-восток. Центральный запад. Юго-восток. Юго-восток. Метис. А вот это русский. Хотя, стоп, он же не из горлища пьёт. Кто я? Естественно, этот строк из игры Квей прибывает не просто так. В первом сезоне, сразу после признания, её парня застрелили. Во втором сезоне, сразу после признания, её парня взорвали. Что будет в третьем сезоне? Неужели я вновь полюбила? Снайпер же попадает в больницу, а один из самых харизматичных героев сериала, к сожалению, умирает. Оставшиеся в живых в слоумо вспоминают слова павшего друга. Бравый козак. Будто тебе генералом точно кажу. Боря, передай маме, что у неё лучшие в мире рыбные котлетки. С макарошками. С пюрешкой. С пюрешкой. После этого героев отправляют на очередное задание на территорию Донбасса. Не бродячих с этой лкащи. Оси усе. А вся республика наша народная. Славься, любимый шахтёрский Донбасс. Значит, будем ураховаты пси, алкащи, псих. Ладно, ладно, мы поняли. Кроме алкашей и сутулых собак, в ареале Донбасса обитает крупный бандит, к которому приезжает грушник из России. Помнишь, как ты в 2004 году на съезд севердонецкий народ собирал? Ну вот, сейчас то же самое. Речь про, как шутили тогда украинцы, борьбу миллиардеров с миллионерами. Выборы 2004 года, когда ставленник одних крупных собственников, был пнут под жопу другой частью элиты, которая представляла другие интересы. И многих мы знаем до сих пор. Цены красивые. Пнутые под жопу решили защищать свой хабар с помощью федерализации. И даже набрасывались планы с отдельной республикой внутри страны со столицей в Харькове. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною! С оранжевой чумой! Но несмотря на то, что Лужков снял кеп, а народ был подогрет, элита таки решила договориться, чтобы дальше спокойно зарабатывать. А посему... Остановите это! Само-то знакомо. Поляки всегда очень активны были на Украине, а сегодня особенные. Им очень не хочется, чтобы их в НАТО считали чем-то вроде болгар. Они хотят изобразить великую Польшу. А это сделать можно только на костях Украины. А у России, как нам кажется, одна задача в этой истории, когда украинский народ поставили перед самым жестким выбором, сохранить и отстоять позиции тех на Украине, чьими интересами готовы пожертвовать разнообразные посредники. Наверное, российские чиновники и бизнес учтут ошибки того Майдана и с помощью внешней политики и мягкой силы не допустят кровопролития снова. Они ведь сами говорили, старший брат ведь, да? Да, пизда. Ну, может, после 2007-го и очередного раскола элит кто-то возьмется за голову и постарается избежать проблем? Крупное политическое событие на Украине. Хватит, перестаньте! Но в пропаганде, естественно, будут показывать иное. В четырнадцатом же году также большее влияние получил тот бизнес, который опирался на печенки Нуланд, а не на жопу Лужкова. О, Юрка упал. Я к тому, что причина подобных событий не в абстрактных бандитах, бандеровцах, грушниках или царушниках. Они всё лишь инструмент для достижения цели тех, кто их содержит. Но пропаганда, естественно, всё это подаёт как абстрактное зло. Будь то злая НАТО, которая хочет обесчестить, будь то злая Россия, которая хочет набухать. Но там и там это просто зло, потому что зло. А сфера влияния, удержания власти, банальные бабки и ресурсы. Да какая разница? Как пример. В 2004 году перед Майданом НАТО расширилась на восток, встав непосредственно перед границами с Россией. Ещё раз. В 2004 году. Военный парад в Вильнюсе и демонстративное шествие бывших легионеров в Афенэцет в Риге. Сергей Лавров принимает участие в заседании Совета Россия-НАТО. Он намерен поднять вопрос о скорейшем подключении Латвии, Литвы, Эстонии и Словении к договору об обычных вооружённых силах в Европе. Только таким образом, утверждает российский министр, можно гарантировать взаимную безопасность и гармонизировать отношения нашей страны как с НАТО, так и с Европейским Союзом. Что было потом, сейчас вспоминать не очень удобно. Вообще-то твой член упирается мне в зад. Так что, мне отойти? Ни в коем случае. Так сказать, ответка, да? Но если открыть старые новости, то окажется, что перевалочная база НАТО, точнее транзитный пункт. Это выгодно, а поэтому почему бы и нет? Да, для стран НАТО, но это же не Моргенштерн. Хотя, может быть это не решение конкретных людей в руководстве, это люди страну до такого довели. Митинг против базы НАТО, провокация и идиотизм. Хотя это заявил Рогозин. Ему похер на нас, ведь он на Луне с 2020 года. Но когда доктрина, заданная изначально, Вопрос о спокойствии Запада, это в конечном счете судьба нашей экономической реформы, судьба капитальных вложений, судьба сотрудничества с Западом, начала глохнуть и договориться никак не получалось, а интересы элиты вступили в противоречие, произошла перемена. Хотя, как все было хорошо. Украина и Георгия становятся членами НАТО. Бравья мои, я вас уважаю. Ублюдок, а они из чертов пришли ко мне или ты? А вот если исходить из логики пропагандистских фильмов, где какая-то нация плохая или хорошая, подобное оправдывается так. Ну, НАТО тогда было добрым, сейчас НАТО злое, непонятно, как оно могло быть добрым тогда, если оно исторически злое против России. Объяснение, наконец-то. Спасибо. Спасибо за объяснение. Но лучше из года в год верить в абстракцию, нежели пытаться найти чьи-то интересы. Что, безусловно, мало утешит людей, которые попадают в жернова подобного передела. Просто если думать, что одно происходит из-за зла, а другое из-за добра, эти ёбаные жернова продолжат работать. И пропаганда все эти годы пыталась привить именно такое понимание. По украинскому телевидению и по русскому, вот смотришь Останкино, смотришь ОТ1, настолько по-разному трактуются одни и те же события. Ну, Россия наблюдет свои российские интересы, Украина свои, украинские. Я думаю, что меньше всего в этих интересах двух государств думается о людях, именно вот о нас просто рядовых. Два аппарата, каждый, так сказать, за сферу влияния. К слову, бывает и отсутствие интересов, либо приоритет сиюминутных, что в итоге приводит к трагичным последствиям. В политике всё у нас так, ни шатка, ни валка. В экономике это деньги, тут уж как бы, как народы не договариваются, всё решает бизнес. Россия не заинтересована в объединении, просто потому что мы богаче, у нас лучшие перспективы развития. Если мы пиздатые, блять. Вот по НАТО есть проблемы. Россия подписала в Париже основополагающий акт. Украина подпишет хартию о статусе особого сотрудничества. Самое неприятное, что Украину разыгрывают как буферное государство. И таким образом... Между Россией и Западом. Если бы Россия предложила новую политику, новую философию, и Дума, и Совет Федерации не принимали решения, которые, в общем-то, можно коалифицировать как территориальные претензии, Украина не искала бы себе зонтик. Нам нужно менять свою политику, хотя бы потому что у нас в отношении Украины никакой политики не было. Создавать политику. Надо создавать политику. Положительными представителями Донбасса, естественно, являются дети, которых под дулами автоматов хотят вывести из Украины в Россию. Стой! Документы и детей на границе отдашь капитану Медведеву. Дети есть. Тем временем разведка готова вновь идти на задание. Ребята прощаются со снайпершей, что еще в коме. Ну а Боттон со своей мамой, что с котлетками. КОТЛЕТКИ! После чего герои героически попадают в плен. Звучит музыка Кто это сделал!? НОВАЙ� ЭКДЕЙС Ну... А Виеный сказал не врач Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Поэтому дед кормит по-народному В слоумо, хлебушком и салом Оддай сало! Кому кажу сало отдай! Не-а-а У меня там кусочек лишился Эх, был бы водитель из России Он бы детей наверное водкой накормил А-а-а-а-а! Молодец, давай! На базе жароразведки идёт поиск крысы, которая сливает ребят и подозрения падают на новую продавщицу, склеить которую должен местный повар. Я хочу вас пригласить на ужин. Подарить чучелу грузинскую. Кушать не надо, ее надо только ласкать. Изделие из пениса. Свиданку авторы забыли отснять. Бобина отсутствует. А поэтому нам сразу показывают панику в стане врага. Ты как хочешь, а я сваливаю. Ну тебе и правда пора валить. Надеюсь, со столь мертвым уровнем актерской игры у нее хотя бы труп получится сыграть. В общем, каким-то образом предатель найден. Ку-ку, уважаемый. Схроны чаще менять надо. Да ты все забыл. Например, вес пистолета с патронами и без. Осталось последнее. Захватить грушника. А для этого надо внедриться в общество жителей Донбасса. Бать. Бать. Есть деловое предложение. О-о-о-о. Эй! Батя-батя. 13 секунд за 0,5 коньяка выписан из русских. С помощью бутылки разведчик покупает у бомжа одежду. Раздевайся. Ведь на территории Украины нет старой одежды. Она вся брендирована и чиста. Ты охуеешь, но это район Воскресенки в Киеве. Маскировка бомжа позволяет незаметно подслушать разговор Грушника, из которого выясняется, что он вечером придет трахать медичку. И наша команда к встрече готова, но мешает стояк. О, ванька упал. Ребят, гораздо эффективнее, когда вы попадаете в засады, а не когда вы их организуете. Черт подери, вы даже оружие не приготовили. Стволы для лохов, выбор мастеров. Один из героев смертельно ранен и решает эпически подорвать себя. ИДИТЬ! Нихуя себе, блядь, я въебал. Тем временем нас возвращают в историю с вывозимыми на территорию РФ детьми. Хозяйка детского дома полна сомнений. Я всю ночь не спала. Все думала, как это все неправильно. Начал чвякать, хуякать. Откуда ты знаешь, получилось или нет, блядь? Все думала, как это все неправильно. Давай по новой, все хуйня. Они что, из Воронежа, Саратова? Они наши, наши. А что бы было, если б в этом автобусе наша крестинка была? Я уверена, ты все сделал бы для того, чтобы она осталась. Типа самое главное это земля? Виноград, трава, море. Действительно, земля тебе налоги не повышает, больницы не сокращает, поборы не вносит, нигде не ущемляет. Поэтому за землю стоит умирать, как за булочку с трамвайчиком. Это и мотивирует развернуть машину прямо под ракеты. Пускай дети погибнут, главное на своей земле. Это что за херня? Не бойтесь, прямое попадание ракеты лишь колесо пробило. Интересно, а что было бы с этим автобусом, если бы ядеркой шарахнули? Это что? Скол? Стоит сказать, что в этом сериале война подается как в каком-нибудь Т-34. Это не ад, страдания, кровь, боль огромного количества людей. И не апофеоз жестокости и цинизма. Ну и воняет здесь. Гниют хаджи. Это достает меня. Это ребенок. Вырос бы террористом. Нет, все не принужденно и обыденно. А благодаря эффектам даже забавно. Хотя это не комедия, где подобное можно простить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Единственной жертвой ракетного удара становится водитель. Благо сами дети живы и их спасают разведчики. И тут же взламывают айпад грушника. И узнают планы России. Произвести на оккупированной территории теракт с массовым убийством мирных жителей. И обвинить в этом вооруженные силы Украины. И сразу ввести регулярную армию России. Ребят, вы просчитались. В семнадцатом году была бы такая реакция. Вообще. Выражаю крайнюю озабоченность. Даже если будут форсить про биолаборатории. И будет заявлено о создании ядерного оружия. Озабочены. Абсолютно. Да и в семнадцатом достаточно обычных обстрелов было. Да отстаньте вы от меня. Интересно, а какие еще варианты предсказывали? Четыре часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы двадцать второй год был бы годом мирным. Это будет год немирный. Нейтралитет мы точно не удержим. Значит, главной исторической задачей является вступление в НАТО. И никакие социально-экономические жертвы не являются таковыми перед лицом этой задачи. То есть, если Украина получает выдачу в НАТО, то... Это, скорее всего, подтолкнет крупные военные операции России против Украины. Потому что они должны нас будут просадить в инфраструктурном отношении и превратить здесь все в разваленную территорию. Но с Украиной война, в принципе, неизбежна. С четырнадцатого года, с момента воссоединения Крыма... В четырнадцатом же году, после того, как прошли марши братства и марши мира, после жертв в Одессе и жертв в Луганске, и после столь неудобного для пропаганды шествия в Харькове... Хватит! Перестаньте! В РУ-сегменте зафорсили хэштег о вводе войс, после чего появился ролик в стиле MyDuckVision, который критиковал хэштег и во многом предугадал будущее. Обвинение России позволяет ввести финансовые санкции, замораживающие активы российских структур. Смех. Ой, блять. Да-да-да. Видимо, что экономика... находится на... Смех. Странно, что государство не смотрит ролики MyDuckVision. Наверное, слухи про то, что они их спонсировали, просто слухи. Но и до 2014 года были предсказатели. Нас ждет очень большой, тяжелейший, на мой взгляд, конфликт с Украиной. Предположения делали на Западе, делали левые, правые. Обнаружилась даже художественная книга на эту тему. Кто-то ожидал Грузию и Украину после Майдана 2004 года. Но самым большим шоком было посмотреть передачу, выпущенную, когда становление суверенных государств только происходило. В одной из академий американских проводились учения штабные. И там, гипотетически, в 2025 год, разрабатывается ситуация, что Америка воюет с двумя государствами Китаем и Россией. И причиной войны как раз то, что Украина начала войну с Россией на стороне НАТО. Так считают в России тоже, как и в Америке, что Россия может начать воевать с Украиной. Если Украина в НАТО, а России нет. Но и до 1997 года, к сожалению, пророческие предсказания были. Украина сейчас холестнется с Россией. Россия захочет восстановить свой конституционный строй на территории Украины. Вы будете воевать с украинской армией? Нам дают команды, будем воевать. А вы почему? Ну, скажи так, у меня брат служит в украинской армии, я служу в российской армии. И я даже не могу на этот вопрос ответить. Я задавался этим вопросом, но я, скорее всего, откажусь. Ну и, конечно, классика Лимонов. Все будет завтра на Украине, например. Это все, сейчас можно сказать, отношения между украинцами и русскими более или менее дружественные. Но это все изменяется ежедневно. Вот сейчас была история с Черноморским флотом. Завтра будет из-за Крыма. Каждый раз это эскалация эмоций. Потому что национализм это эмоции. Непрерывная эскалация эмоций. Одна сторона начинает, другая ей отвечает. Потом никто не помнит, кто начал. И пока на украинском через СМИ напрямую формирующаяся элита рассказывала про притеснение русскими, на русском рассказывали про притеснение украинцами. Сегодня мы получили наиболее опасный симбиоз националистов с такой номенклатурой. Слава богу, в России были интернационалисты. Анатолий Собчак заявил, что западные инвеститоры могут рассчитывать на то, что им в качестве гарантии их вкладов будут проданы некоторые наши заводы и предприятия. Теперь, когда партийные структуры должны будут отойти от власти, препятствий для сотрудничества не будет. Первым пунктом перечня наших нужд Анатолий Собчак назвал необходимость обучения и образования новых людей, которые смогут с пользой для отечества трудиться в совершенно новых условиях. Но украинный коммунистический режим носил наиболее заскорузлый, щирый, я бы сказал, характер. Чёртовы украинские совки! Стоп! А разве автор следующей цитаты не президент России? За это грандиозное и прекрасное будущее они будут бороться со всей революционной страстностью и некваликабимой преданностью делу коммунистической партии. Это был не я! Я что, по-моему, дура! Эй, это был не я. Может, и не ты. В общем, одна часть команды отправляется срывать провокацию, а другая пытается вывести грушника и детей. Правда, героям необходимо сделать остановку, и грушнику связанным удается выпнуть мега-разведчика и угнать автобус. Ты выбрал не той будинок, придурку! Ведь снайперша не промахивается! Не умри! Замри! Посредственно! Мирные жители Донбасса же в опасности, ведь все готово к взрыву гуманитарного груза. Братский народ предоставил вам гуманитарную помощь. Как вы к этому относитесь? Спасибо, дорогому Путину, за такой подарок. Нам сейчас нелегко, но мы рады умереть в России. И мы, как мученики, попадем в рай. А они просто сдохнут. Но попасть в рай не дают проклятые украинские разведчики. Бля! Пять минут до взрыва. Пост открывай! Принял! Перекрывай! Давай, вали отсюда, быстрее! Спасибо, браты! Разведчики понимают, что эта дорога в один конец. Ведь с выпрыгиванием из машины будет не так драматично. Скирки там. Полторы минуты. Рыбные котлетки, кстати, это самая проработанная сюжетная линия сериала. Горячие прям из пятики. Грузовик со взрывчаткой, герои направляют в блокпост российских военных, что в отличие от теракта не приведет к эскалации конфликта. Что? А поэтому хипстер с натой обнимают детей и начинаются титры. То есть мы видим ту же самую идеологическую пустоту, что и в российской пропаганде. Злодеи хотят сделать зло просто потому, что они злые. Единственное, что есть, это символика, да и то в титрах. Но опять же, ее можно лепить куда угодно. Под Питером, например, тоже любят калавратов. Потому что если они есть, то есть и надежда, и в будущее, и у русского народа, и у российского государства. Если они знают, фашизм и нацизм это разные вещи. Они использовали калаврат, хотя он на счетах наших славян был развернутый. В другую сторону, ну, похоже. Да и в Алькнут ребята котируют одинаково. К слову, тех, кто за Майдан, а следовательно за западный бизнес, или тех, кто против Майдана, а следовательно за российский бизнес, я понять могу. Но обладатели сертифицированных славянских черепов в 14-м году что не поделили? Украинские националисты, которых мы встречаем на той стороне, у них идеология, весь их национализм построен на нелюбви к русским. Собственно, все государство у них так и держится. Если бы этого не было, то не было бы вообще никакой национальной идеи. Так как национальность такая появилась только при Ленине, как и страна. Блядь! Если почитать интервью с главой Азова, окажется, что они тоже воевали с придумками Ленина. Блядь, дефичентно какие-то. Сериал же в целом, кроме крика «За наших!» ничего и не предлагает. А наши-то за что воюют? Внешний враг и абстрактное зло понятно, но глобальная идея в чем? Потому что за ребят, за Серегу. За тех, кто в подвале сейчас кишки на кулак наматывает. Удивительно, что фильм со схожей идеей, про похожую во многих аспектах войну, также продюсировал человек, непосредственно связанный с войной. Просто кино, наверное, любил. Березов упрекнул, зачем ты прекратил боевые действия. Мы так могли бы там еще поработать и пожить. И так подножиться на этой войне. И мотивация мести, которая в этих двух проектах вполне себе работает. Впрочем, как и в жизни. Положили моего друга. Мы с ним служили 10 лет вместе. Учились. Только что он погиб впереди. Поймите, что эта война не нужна никому абсолютно. Мы здесь находимся, мы будем войти до последнего момента. Я буду мстить сегодня, завтра, пока буду живой. Но я приеду туда домой к себе. Я буду мстить тем, которые нас послали сюда. Только вот подобная идея бесконечна. И будет работать всегда. На обе стороны. Сначала русский мстил украинцам. Потом украинцам стиле русским. Если это были непьющие, то неправильным украинцам. И за них украинцам тоже отомстят. Это нельзя просто выключить. Не я затеял войну. Да не трясись ты. Но может российский фильм про те же события предложит что-то позитивное и не будет подливать бензина в горящий костер ненависти и шовинизма. Если власть сделала такое в политической сфере, логично, что оно было бы и в пропаганде. Тем более есть примеры фильмов. Ну скажи, приятель. Война будет? А? Какая война, друг? Где идеи не заканчиваются на мысли, эти неправильные. А если мы твой гараж разбомбим? А если ты мою мать умьешь? Никого я не убивал. Я тоже твой гараж не палил. А кто? Людоед из тоннеля, что ли? Это Людоед, что ли, сделал, да, Билан? Наверное, фильм «Военный корреспондент» будет именно таким. И начинается он с пародии на американскую пропаганду, которая, очевидно, лицемерит, исходя из своей выгоды. Госдепартамент выступил с самым серьезным заявлением последних дней. К власти на Украине пришли демократы. Я говорил с господином Порошенко. И, верьте моему слову, этот парень любит свободу. Какой лицемерный Запад поддерживает твою проданную страну? К власти на Украине пришли демократы. Я говорил с господином Ельциным. И, верьте моему слову, этот парень любит свободу. Украина должен поддерживать президента Ельцина и процесс, чтобы приобрести свободные и правые власть. Потому что власть была проведена от Руцикоя Кашпилатовской силы. Який справедливый защит. Петримую твою демократию. Тогда в России президент и парламент не поделили власть. Хотя за два года до этого они вместе боролись против фашизма. Мы имеем дело с правым реакционным антиконституционным переворотом. Фашизм, в какие бы итоги он ни рядился и какими бы измами ни прикрывался, больше не должен пройти. Ни у нас в стране, нигде в мире. Но оказалось, что некогда твой союзник и борец с фашизмом тоже фашист. Главная задача Ельцина подавление фашистующих, экстремистских, бандитских формирований. Исправись. Войни полегли, они сдохли как собакет. Я понял, нет. Прошу вас прекратить огонь. В здании полно женщин и детей. Фашистских женщин и детей. К слову, тогда в Белом доме, кроме всех прочих, националисты действительно были. И да, они сультовали и кричали «Слава России!». По мнению Явлинского, видимо, пули попадали хирургически только в них. Высокоточным орудием БТРа, поэтому не беспокойтесь. А может, это кондиционеры взрывались? Да и какая разница, это ведь ради благих целей. На тот момент ради демократии. Кстати, тогда же были какие-то таинственные снайперы. Снайперы бьют по стеклам. Стреляющий в обе стороны баррикад. Был нищающий народ. Справедливо недовольный происходящим. Но по итогу мало что получивший, если не считать войну. Пока в центре Москвы было такое. Мы, походу, пробуем на практике теорию инфернальности из книги Ефремова «Час быка». Слава богу, в отличие от Украины, все участники того постыдства клеймятся позором до сих пор. Ведь продавать свою страну Западу так ужасно. Господи, благослови Америку. Добро пожаловать на сервер «Шизофрения». Но возвращаемся к украинским событиям 14-го года. Осветить которые приезжает зарубежный журналист. Это невероятно. Вы заметили тенденцию, что если пропаганда самая махровая, то там обязательно будет независимый западный журналист. Но в отличие от «Гвардии» он не польский, а американский. Также в отличие от «Гвардии» фильм привязывается к датам, реальным событиям и локациям. Наверное, для того, чтобы донести правду. И первой будет правду про Дом профсоюзов в Одессе, где по официальным данным погибло 48 человек. Кто-то сгорел, кто-то задохнулся, кого-то убили. Около 400 человек погибли вот здесь, в Доме профсоюзов в Одессе. Ээээ... Не подумайте, что авторам похуй на погибших. Я проверял, в день трагедии они ставили черные аватарки и писали хэштеги «Незабудем, непростим». Им также не похуй, как и тем, кто вел расследование про то преступление. Если вы думаете, что реальная трагедия не повод для шутки, вы ошибаетесь. Большинство людей сгорели заживо или задохнулись в дыму. Я говорил с ними. Они не очень хорошие парни. Вряд ли вы могли говорить с теми, кто погиб, Джек. Готовы? Я не знаю, что с вами будет, как говорится. Ну, тупые! И несмотря на то, что... Я даю тебе факты. Факты мои единственные, друзья. Американское телевидение не хочет знать правду. И журналист идет на улицы Одессы. Украина! Украина! Такой нации, как русский, не существует. Шараз не может! Шараз шар! Рохи! То есть в русской пропаганде украинский персонаж говорит, что русских не существует. А в украинской пропаганде русский персонаж говорит, что украинцев не существует. Представь, если бы спонсоры этой хуебры... ...бились бы сами. Вот было бы зрелище. Ненавидишь русских? Да, ненавижу. А за что их любить? За Россию, сука, блядь! За Россию! Героиня фильма представляет, по сути, Азов. И доносит их идеи в обработке канала НТВ. Москале всегда нас преследовали и боролись с нашей независимостью. Раскешиме по Бандеру. Ты бандеровская мразь! Нет, ну мне не все нравится в Третьем Рейхе. Но там было много хорошего. Ты бандеровская мразь! Забота о своей нации. О чистоте. А ты бы хотел, чтобы твой сын женился на черной, а у тебя были многие негри? Москали? Да. Я в Москаля мне не была как-то. После комедии от Минкульта... Он же черный. А ты у нас белый. Я не понимаю, авторы ее поддерживают или высмеивают? Надо обратиться к идеологам того периода. Русский мир, это идея. Я ее когда-то ввел как бы в структуру государственной политики. И отменили, когда день празднования дня Великой революции, значит, социалистической, и ввели День народного единства. Этот день стал таком днем русского национализма. По сути своей, если так убрать всю штуку. Ну, национализма без... Я говорю в абсолютно хорошем, естественно, здоровом смысле слова. Слушай, у нас президент говорит, что он националист, и правильно это так и есть. И президент обязан быть националистом, потому что он служит своей нацией. Естественно, мы говорим не о крайностях. Что такое русский мир? Это везде, где люди говорят и думают по-русски первое. Это там, где, может быть, они не говорят и не думают по-русски, но где они очень уважают русскую культуру. А, окей, наверное, авторы высмеивают идеологию Азова. Кстати, а что у них там за идеология? В чем для вас заключается украинский национализм? Национализм – это ощущение того, что... Ну, это антиэгоизм. Это ощущение того, что человек не заканчивается сам на себе. Что вот я и вот дальше ничего нет абсолютно. Что дальше есть близкие, да? Ну, родственники, да? Дальше есть большая родня. Это нация, которая должна ощущать, что у нее есть общность судьбы, общность, ну, существования. То есть, что... Вот я четко ощущаю, что мое будущее, будущее там, ребенка, да, и так далее, что оно связано, безусловно, с моей нацией. Если у нее все будет хорошо, значит, у меня все будет хорошо. Это генотип такой, да? Это сидит в каждом из нас. Это неистребимо. Знаете, я хочу посмотреть на дебаты этих двух деятелей. Это единственный способ понять, что же, блядь, НТВ хотела донести. А модератором пусть будет ведущий американских новостей. Это не беженцы из Сирии. Это беженцы с соседней Украины. Если честно, это частично и есть причина. Это христиане, они белые. Далее, поддерживающая нездоровый национализм, не путать со здоровым, показывает, как готовила коктейли Молотова и говорит, что постоянно сжигает людей. Но ты убийца. Я патриотка. Убийца. Патриотка. Убийца. Я дивергент. Ты бандеровская мразь! Супер эксклюзив герой показывает на арабском телевидении, но правительство Украины не дремлет и отправляет героя в тюрьму. Где мы? Они охуи знают, блядь. Врут все. Мой бывший телеканал врет. Нынешний врет. Ваши каналы врут. И только телеканал НТВ говорит правду. Люди вообще глупее, чем надо. А там, наверху, совсем глупее. Они все время стоят у пропасти. Но когда показываешь им, что происходит на самом деле, это вроде как их привлекает, что ли? Цари не знают просто, а бояре глупцы. В России, Украине, Америке. Просто какие-то дурачки постоянно попадают во власть, творят, что не знают, просто конфликты, кризис. Просто, ну, дурачки же. Это же не экономические интересы ими движут, например. Но настанет день, когда мы, граждане США, Украины, России, выберем, наконец, умных и добрых. Господи! И честные выборы, наконец, позволят президенту сесть на нужный стул. Ведь решает он, а не корпоративно-экономические интересы. Причем тут сфера влияния. Просто если выбрать глупого, все будет глупо. Глупому объяснять, что он глупый, глупо. Ладно, в мировой практике есть единственное исключение, где выборы не скатились в сраный постановочный цирк и где именно народ доказывал свою субъектность. Мы можем многое, я и друзьям советовал вложить. Бюллетени. Власти Украины выдворяют журналисты страны, и он едет в лагерь беженцев. Спасибо, братцы. Спасибо, Россия. Передайте Путину, что очень благодарны. Благодарны, да? Очень. Спасибо, дорогому Путину, за такой подарок. Я вам говорю, у этого дерьма один и тот же сценарист. Он даже текст не меняет. Герой попадает под обстрел, но его спасает местный доброволец-чеченец. Я с Америкой воюю. Там, где Америка, постоянно какая-то хрень творится. Америка. Мамочка, мама, пожалуйста, я тебя умоляю, умоляю остановить. Америка. Морбиус. Америка. Постоянно какая-то хрень творится. Вот когда у нас в Чечне война была, тоже очень много чего Америка мутила. Да? Да. Ответьте ребятам, которые прошли огонь Чечни, за что они воевали в 94-м, 96-м. Мое мнение за интересы мафии. До последнего момента через Чечню гналась нефть. А нам объясняли, что нельзя прекратить поток, иначе качалки пересохнут. Прекратили, не пересохли. И жизнь солдат, жизнь мирных жителей была разменной монетой в тех огромных взятках и деньгах, которые получались. А что, так можно было, что ли? Политическую миссию. Смерть вырвала из наших рядов настоящего патриота. Нет, нельзя. Через Чечню прогонялось огромное количество нефти, которая из суверенной будто бы республики потом расползалась за границу, и получались огромные деньги. Тудаев окреп. Ему надоело делиться. И то, что надоело делиться, это и явилось одним из главных мотивов. кровь было пролито за мафию. Все вокруг такие иронимые. Интересно любителю прикрываться тяготами и болью простого солдата и страданиями мирных жителей за подобные предательские речи этого генерала спросили вообще? Он за наших или нет? И уже 6 лет больше Великой Отечественной войны я воюю. Я к великому сожалению ни в коем случае не горжусь, а испытываю величайшее чувство неудовлетворенности и досады, что творится в России. Главное, что за наших был Ельцин вместе с секретарем Совета Безопасности, которому почему-то приписывают фразу о маленькой победоносной войне, которая, кроме всего прочего, еще и повысит рейтинг президента. В стране ведь экономические проблемы, и есть ультимативное краткосрочное решение сгладить эту войну. Операции по восстановлению конституционного порядка. 31 декабря без 5.09. 3 часа осталось до Нового года. Мы встречаем его, знаете, с луками. Ну, происходит штурм города сейчас. Город берут, не берут, отдают, забирают, не поймешь. Ну, праздничный салют. Пожалуйста. Так надоело это. Также есть предположение, что решение о вводе войск вдохновлялось американской войной. Операцией по поддержке демократии. Серьезно, они так назвали операцию? Происходила она в Гаите, где военные и ультраправые, которые, как потом выяснилось, спонсировались в США, видимо, за сверхдемократические методы опиздюливания противников, свергли действующего президента, начали давить всех несогласных, но по итогу их путь был признан неправильным, как и путь при Ельцине. Янукович в этот список не входит. Маленькая победоносная в Гаите помогла забыть провал Билла Клинтона в Сомали и его рейтинг выправился. Такой же маленькой и победоносной, какой ее планировала элита России. Один прошутный сант на полку, можно в течение двух часов было решить все вопросы. Не получилось. Но, как это часто бывает, под обстоятельства подстраиваются. Тем более, кровь проливать будут не они, а труба по обе части фронта продолжит качать ресурсы. Альтернативы Ельцину нет. Завтра будет, а сегодня нет. Такое случается, когда хотят ранить коллективного врага с помощью заливания его невосполняемыми природными ресурсами. Ну и когда добить стараются огромным количеством валюты. В такие моменты, конечно, можно засомневаться, что все делается ради блага народа, хотя... 18-летние юноши за Россию умирали и умирали с улыбкой. Вокруг АТО существует огромный миф про то, что наши хлопцы страждают, про то, что наши хлопцы гинут, про то, что наши хлопцы там всякое такое. АТО — это великий курорт такой для мальчиков. Большой пионерлагерь. А почему вместо этих самых мальчиков и мирных жителей, неважно какой национальности, организаторы этих курортов за улыбкой в самую гущу не едут? А чаще выбирают Мальдивы да Сейшельские острова. Почему, бред? Ну, бред, ну почему? Чего хорошего твоя Америка дала миру? Ну, кроме айфонов, конечно. Айпады? Герои доезжают до границы и видят кого-то в темноте. Хохлы! Это же чертовы зомби! И прям как москали, клятые хохлы, воевать не хотят. Почему вы вышли из позиции? Ты отведел? А я видел. И вот ребята все видели. Да посмотри ты на себя! Ты чистый, выглаженный! Чем вы, блядь, воевали? Раненый наш. Он много крови потерял. А, ну тогда пусть под кустом так и лежит, пока вы у костра греетесь. Для быстрейшего выздоровления могли бы его и прикопать. В конце концов... Новогоднее поздравление Владимира Путина можно будет услышать и под землей. Репортер идет к раненому ВСУшнику в обоссанных кустах. И мы видим уровень профессионализма репортера. Как тебе все будет? Степан. Также нам показывают последствия обстрелов Донбасса, случайных жертв и раненых. Как и в гвардии, здесь идет максимальное давление на эмоции. Но акцент ставится на мирных жителях. И естественно, западные СМИ такое не пускают в эфир. Потому что надо показать две стороны. А поэтому герой отправляется в украинский Добробат, который умудрился захватить знакомого героя, чеченца. А теперь вопрос. Как отвлечь украинца от пленного? У меня интернет есть. Танки. Слушай, дай поиграть. А если бы попался натурал, но устроить другому игроку украинский военный не успевает. Ведь налетают ополченцы, которые режут украинцев кадр в кадр. Как украинцы резали ополченцев в проекте от Украины. Можно было бы один фильм снять, а на посте уже графикой нужные флаги пририсовать. Я думаю, мало кто заметил бы разницу. От стрельбы, взрывов и убитых герои уходят водой. После чего националистка открывает своё сердце. У меня мама утонула, когда мне было 9 лет. А с батей что случилось? Он повесился. Ух, бля, я берег ебать начну. Герой с сексом пытается изменить героиню, после чего продвигает ей взгляды телеканала НТВ. Не обязательно переписывать русские учебники, чтобы пить плянское. Не-не-не, подожди, а если там ошибка, тогда ведь можно. Про переписывание в кино я и говорить не буду, да и вообще и-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е б твою мать. Не любил мне, когда мои дети будут учиться в школе, а там Бандера национальный герой. Когда есть Махно, Кожедуб, Кавпак, верные сыны Украины. А пропаганда только и вспоминает, что Бандера, Бандера. Слава богу, в России не так. Надо отдохнуть от этих бандеровцев. Что там по российским героям, ради которых улицы переименовывают и памятники ставят? Памятник здесь органичен пройти одним из его маршрутов. По бывшей улице Коммунистической. Это уже совершилось, когда улицу назвали Александр Солженицын. Тогда мы по этому поводу рефлексировали, а сейчас уже привыкли. Уже не свернешь. Глубокий взгляд автора архипелага ГУЛАГ в центре Москвы не даст забыть о том, что у тех людей лиц хороши, кто в ладах с совестью своей. Вот, вот. Наверное, не зря ведь совесть русской нации включили в школьную программу. Почитаем. А украинцы? Мы давно не говорим украинским националистам, мы говорим только бандеровцы. И это слово стало у нас настолько ругательным, что никто и не думает разбираться в сути. Бандеровцы, как и петлюровцы, это украинцы, которые не хотят чужой власть. Почему нас так раздражает украинский национализм? И вдруг выяснилось. Свои бандеровцы! Морщатся образованные читатели. Машут на меня руками. Ну и персонажей вы выбрали, если бандеровцы свои. Разведу руками я. Какой есть? Добро пожаловать на сервер Шизофрения. Хотя, соглашусь, зачем снимать крестик или надевать штаны, когда есть штаны-крестик? Бандера национальный герой. Мой дед, мой отец, мой прадед воевали, царю служили. Кстати, а в каком году царь с бандеры сцепился? Это было до того, как Брежнев выбил Наполеона из-под Москвы? Или это было во времена, когда Петлюра Киевскую Русь крестил? Это ваше призвание, да, это торговать волнующими образами. Фильм идейно занимается тем же самым. Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация. Одни идеи, одни цели, одни способы достижения. Это все как бы одно. Единая сюжетная линия мультика из Ельцин-центра. Некое экзистенциальное исконное добро, которому противостоит вечное зло. Разве в этом же фильме вы не высмеиваете то же самое, только уже у украинской пропаганды? Или в отличие от них у вас правда? Они разделили нас полностью кровью. Блять, да кто они такие, ебаный враг? Кто они, блять, такие? Ну и естественно, как в фильме «Крым или гвардия» авторы боятся добавить идейность. Мысли реальных людей, будь то на Майдане, будь то в окопах, неважно с какой из сторон, замарываются. Но тут это совсем тупо, ведь очень легко найти прототип. Решать должен народ. Не так, как раньше выбирать депутатов, когда никто не пришел, они говорят, выборы состоялись. А чтоб это было все по-настоящему. Чтобы не было такое, ты сбиваешь бабушку на пешеходном переходе. И так как ты простой работяга с завода, тебя садят на 7 лет. А ты сбиваешь бабушку, и у тебя папа сидит где-нибудь депутатом, тебе за это ничего не будет. Я говорю, вот именно за это. А что, так можно было, что ли? Сегодня в Луганской народной республике погиб командир казачьего полка народная милиция Павел Дремов. Нет, нельзя. Странно, конечно, что такие идеи не добавляют в пропаганду. Но зато есть сто раз обсосанный Бандера, а ведь с Бандеры бился дед, который самому царю служил. Постмодерн. Хотя подобное псевдонаполнение даже лучше, нежели когда трагедию мирных жителей целого региона выворачивают, блядь, в рекламу ЧВК, которые по щелчку всех спасли и ушли в закат. Может, вам тоже чем помочь? Да у нас вроде все есть. Книжку взял. Почитай, но досудит. Ну что это, блядь? И забавно, что в пропаганде 14-го года даже северного ветра не было. Это все патроны, то, что у нас есть. У нас ничего нет! А в пропаганде 21-го оказывается, что вполне себе поддувало. Те, кто считают неправо. Путешествие героя продолжается. И со своими друзьями-журналистами он становится свидетелем обстрела фосфорными снарядами. На свидетеле военное преступление. Батарея. Умирал очень близкий мне человек. И когда мне сказали, что его вылечит золотая пирамида Юшинсе, я не поверил, но ухватился как за соломинку. Это не придумал российское телевидение. Угу. Это не пропаганда. Я это сам видел. Угу. Угу. Но мерзотные западные СМИ не верят. Хотя, казалось бы, герой дал слово пацана, бля. Далее герой едет в расположение ВСУ. И там, в общем-то, то же самое, что у ополчения в фильме от Украины. Мах! Сын обридливый грибок. Хвилююся за нихти. Фу. Может тебе ногти повыдирать, а? Глубоко в ноготь проникает? Грибок убивает. Герой не дает убить пленного. И офицер ВСУ предлагает американцу сыграть в русскую рулетку. За жизнь избитого бедолаги. Американец честью проходит испытание. А вот украинец говорит нечто вроде... Я зассал! Не по правилам! Это украинская рулетка. У нас нет правил. Ты таращишься, нарушаешь этикет групповухи. Это украинская. У нас нет правил. Пленного уводят, что, видимо, заставляет Шишку дымиться. А поэтому репортер вновь пытается совершить антимайдан сексом. Правда, уже на утро репортера ебет ВСУ. И это, по-твоему, удар? Вот это удар. Именем Новороссии. Приговаривается к расстрелу. Не надо, я не хочу. Так, этого не надо. Он не хочет. Let's go! Let's go! После убийства украинских солдат герой приходит к батальону Азов для интервью с его главой. И, по идее, это должен быть националист Белецкий. Идеологическим стержнем есть украинский национализм. 15-20% членов организации, членов батальона являются членами социал-национальной ассамбели. Социал-националисты? Типа, от перестановки слов меняется смысл? Да ловко ты это все придумал! Я даже сначала и не понял! Вы Адольф Гитлер? Нет, я Гитлер Адольф. Я нашел старенькую программу, которая была до 14-го года. И в ней, в общем-то, схожие вещи. Белая раса, чистота, Великую Украинскую нацию, нужно строить империю. Естественно, нация должна быть солидарной. Что значит, все слои общества, богатые и бедные, должны объединиться в едином порыве нации. Хотя авторы отрицают существование бедных, но зато будут богатые, ведь все станут национально ориентированными, а поэтому честными. Видимо, потому что национальное самосознание превозобладает над прибылью. На хули нам? Бизнесменам. В общем, если вы слышите про единый организм, в котором должны сплотиться и бедные, и богатые, просто потому что они одна нация, спросите, не цитируют ли они главу Азова. Упс! Естественно, все это ради цели, создания сверхчеловека, то есть надлюдыны. Но как в ее достижении поможет, например, опиздюливание акции против деградации образования? Чтобы излететь, надо упасть. Чтобы поумнеть, надо деграднуть. Украинское издание «Униан» предполагает, что руками националистов кто-то лоббировал антинародные реформы на территории Украины. Но я скажу вывод, достойный российского кино. Эти дяденьки просто злые. Они всем хотят сделать зло. Зло у них в крови. Еще они нападали на представителей профсоюзов, а еду, возможно, заказывали через Delivery Club. И пока в России кричали приезжий, братья навек тем же способом пытались вычислить тех, кто из Москвы. Ну а бойцы из ассамблеи пиздились с ОМОНом и тетушками, которые героически боролись с фашизмом. Тетушки были очень идейными, такими же идейными, как Янукович, который был за нас. Опоры и надежда всех праведных и честных людей. Нужно строить хороший дом, чтобы в основе фундамента была правда и любовь. Законы Божьи. То, чем живут тысячелетиями христиане. Ёб твою мать, красотища какая! Надеюсь, этот православный христианин в России хотя бы золотой круассан получил. И эти идейные антифашисты тоже были до 2014 года. И да, вместо свастик у них было набито ёпт. Правящей партией они привлекались из различных секций. Чё ты, сука, бля, базаришь нахуй, а? Фраера повалили! Секции зачастую были на содержании бизнеса, чтобы бравые ребята всегда были под рукой. Всё это во славу Родины естественно! Ну а то, что отстаиваются интересы власти и уважаемых людей это бонус. Не, а чё делать, если, например, местные жители не хотят застройки скверика. Знакомо? Взяли за руки за ноги и вышвырнули из парка. Претензий до охронтив пока нема милиции, яка в конфликт не втручалася. Потому что зачастую милиция даже давала советы. А чего ты ждала? Что будет по-другому? Ну а после Майдана люди уже с националистическими воззрениями фоткались с полицией. И часть из них также лоббировала интересы уважаемых людей. Кого надо заткнуть, что надо отнять. Майдан многое поменял, кроме списка Форбс, потому что, видимо, люди в нём не имеют никакого отношения к власти. Ты чё, ебанутый? Не лоббируют свои интересы и вообще честные национально ориентированные предприниматели. Да. Ну а представитель Азова попробовал в Политоту, но получилось не особо. Ведь удалось выбить лишь два места в Раде. А вот в окопах боевые парни понадобились. И как раз у главы подобного Добробата и берёт интервью герой. Что у вас можно лучше разговориться с Юдовостоком? Слушай, вот у тебя глисты заведутся, ты тоже с ними договариваться будешь? А Веном вон договорился. Что же ты такое? Да это у меня глисты. Также зрителю показывают нарисованный плакат и в общем-то на этом идеологическая часть фильма закончена. Стоп, что там делает кадр из фильма «Чужой»? Вот такая хуйня, малята. По итогу героя вырубают и отправляют в украинскую тюрьму. И я буду говорить только с консулом Соединённых Штатов Америки. А я консул Соединённых Штатов Америки. Хуй ты сюда лезешь! К русским нахуй! Зачем вы лезете в дела стран, в которых вы ничего не понимаете? Провоцируете революции? Войны? Пытаетесь всеми командовать? Ещё ладно бы это было Америке на пользу. Но ведь вы вредите. Я учился в РГТУ и думал, что всё устроено по рыночной системе. Элита Америки, как и любая другая элита, как и любая другая организация, хочет увеличивать свою сферу влияния, поглощать как можно больше рынков сбыта, ну и, конечно, избавляться от конкурентов. What the fuck are you talking about? Голбоёб! Оказывается, нет. Они просто гадят всем, потому что злые. Да ещё и себе в убыток. Я думал, что, например, тот же ленд-лиз, это поставки оружия в кредит. То есть надо будет возвращать. А, наверное, американцы ещё и должны? А чё же вы по ленд-лизу до сих пор не рассчитались? С Россией. Ну, ничего не ответишь. БЛЯТЬ! Я очень люблю свою родную страну. И очень не люблю вас. Кого? Нас. Людей. С вот такими аккуратными галстуками. И это справедливо. Ведь люди с такими галстуками с целой страной сотворили это. Безусловно, обстрел любого мирного города – это ужасно и отвратительно. Но есть ещё и долгосрочные последствия. То ли дело наше, национально ориентированные, с наногалстуками. Легендарный завод силов сейчас активно сносит. Уже совсем скоро здесь не будет большинства корпусов. Украина же обладала своими ридными людьми. Только в вышиванках. Украину режут на металлолом. И речь не о канализационных люках, а о целых заводах, которые просто уничтожают в погоне за валютой. Ведь продают металлическую начинку за рубеж. Миллион тонн отправленного металлолома – это 2-3 миллиарда гривен, которые не попадут в качестве налогов в госбюджет. Слава богу, хоть копанки оставили. Людям в народных костюмах. Ребят, как дела? Нормально всё? Охуенно! Злодей-американец говорит, что героя расстреляют. А в Америке будут показывать фейк-ролик, чтобы обвинить Россию. Ну а пока пытки светом. Всё ради одного. Вам необходимо снять видеообращение. Я повелитель клитора! Запомните вашу мать! На самом деле, герой должен взвалить всю вину за сбитый Боинг на ФСБ. Но герой не соглашается, и дознаватель уходит. Почему нельзя заставить записать обращение с помощью демократических ценностей, европейских ценностей, народных ценностей, или же традиционных ценностей? Не особо понятно. Это не просто Митлак, это Нимбус 2000. Видимо, даже на приговорённого к смерти американца работает правило. Американцы, кто американцев привёл? Американец свободен. И, естественно, героя спасают ополченцы. После чего, под предлогом рассказа правды про русских, герой выходит в прямой эфир западного телеканала и сообщает, что во всём виноваты украинцы. Малазийский Боинг был сбит одной из украинских военных организаций. К сожалению, украинское КГБ уничтожило всё видео, которое я снял. Украинское КГБ на месте. Расстрелять всех. Почему КГБ-то? У Украины СБУ, у России ФСБ. А что с Беларусью? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Как вы понимаете, без малазийского Боинга никуда. Как только трагедия произошла, российские СМИ справедливо упрекали западные, что, дескать, они в первый день обвинили, кого нужно. Бездоказательное обвинение ужасно и ужасно, когда есть только одна точка зрения, выгодная. То ли дело в фильм с обвинением, кого нужно на российском телевидении. Чтоб в Киеве его заметили. Замутить всю эту провокацию. Ну чтоб весь мир вздрогнул. Разом самолета мало. Выпущенный на экран в тот момент, когда первые обломки только поступили к комиссии по расследованию. Вам стандарт? Двойной, пожалуйста. И журналист, который весь фильм убеждал зрителя в том, что нужно верить только фактам. Факты мои единственные, друзья. Я верю только фактам. На этот раз просит верить ему на слово. Но лживые западные СМИ не верят, а поэтому герой говорит Ты шел ты нахуй разом со своим телеканалом? Ты понял меня, или нет? И не доказав ничего, сваливает в Америку. Но правда добирается до граждан, потому что кто-то залил это на YouTube. Четыре миллиона просмотров твоего выступления в эфире. Невероятно. Хэппи энд! То есть доказательства не нужны? Факты не нужны? Важны лишь просмотры? Кто из вас любит свою родину до того, что готов поддержать своих соотечественников и единым маршем славить Россию? Невероятно. СМЕХ И потом я оказываюсь среди вас этих самых зрителей. То есть вы ради чего? И место мое в последнем вагоне. О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего удивления и досуга жизнью рискую. Это правильно, что для вас зрители делают такую лабуду и туфту сериалы дешевые и бездарные. Вы этого заслуживаете. Оказывается, получается. Вот так заканчивается правда эстеблишмента российского. Которая оказывается побратимом правды эстеблишмента украинского. В случае какого-то конфликта, допустим, с тем же Крымом, туда будут введены войска. Войска это мы. Это мы, значит, те офицеры, которые служили во единых вооруженных сил, скоро будут смотреть друг на друга прорезь прицела. А фактически делят нас по живому. Не спрашивая у нас мнения. Почему же можно высказать мнение, кто ваш бог, царь и герой? Клёвый патриот Украины. Или мужик с русским характером. Или даже американец, который предал свою злодейскую кровь и вступил на путь правды. Если это американское кино, то будет предавшая свою кровь русская. Только с бюджетами в разы больше. Пропагандонское кино несёт настолько идентичные идеи, что кажется, это писал один сценарист. И больше никаких идей пропаганда суверенных государств за 30 лет придумать не смогла. Хотя какая разница, ведь главное, что ваш. Украинский, русский или любой другой посконный герой всё за вас решит, ведь он про ваши интересы только и думает. Сталкивая лбами с теми, кто думает неправильно. Ну с продажными алкашами-наркоманами, обработанными пропагандой, что от рождения из-за своей национальности плохие. Ты видел это мирное население? Может люди другие? То ли дело наше, классно выглядят, мотивированы, из-за детей добро, верят в Бога. Да и люди хорошие. КОГО, БЛЯТЬ, ТЫ ВЫБЕРЕШЬ? ИХ или НАС? НАСЬ или ИХ? И плевать, что главный цвет флага, а не основа, на которую он ставится. Плевать, что главный лозунг, а не действие. Ну а идей естественно не будет, они выхолощены. Есть только абстракт, который подстроится, и ты должен его чувствовать сердцем. Иначе... Пиздец ты не патриот. Проекты с подобными же посылами, как вы знаете, крутили не только по ТВ, но и в кинотеатрах. И спонсоры такой пропаганды в едином порыве говорят следующее. У украинцев и русских ключ один. Будь за хороших, патриотичный гражданин. И всё у твоей нации будет пучком. Да и у остальных наций, видимо, тоже. Спасибо русским и украинским холдингам. В активах которых банки, добывающая промышленность и естественно транзит ресурсов. Что все эти годы вы показывали нациям главный источник их проблем. И предлагали одно единственно верное решение. Сил вам. Каким шовинизмом раньше мозги промывали? Надо отдохнуть. Я хочу обратиться к тем скептикам, которые осуждают действия, ставят под сомнение надобность. Послушайте. Готовили, готовили же ад. Ведь всё в Украине пропитано нацизмом. У Украины не было будущего и она несла угрозу. С этим сложно спорить, если смотреть украинское ТВ. Вата любит силу. Донбассу нужна не декоммунизация, а украинизация. Всех тех, кто с утра тихонько подпевает гимн России или пользуется тряпочками типа колорадских ленточек. Вот всех их нужно закапывать в землю. Какой цинизм. Ещё и, наверное, детьми прикрываются. Ужесточение отношения каждого украинца в отдельности в отношении всех тех, кто недостаточно любит свою землю за жизни наших с вами детей. От такого надо спасти детей. Если бы это не сделали сегодня, завтра бы. В этом всём сумасшедшем доме жили бы наши дети. В этом аду. Действительно, нестабильность в любой стране это ад для простых граждан. Стрельба, столкновения, кровь, доведённые люди. Янукович, в конце концов. Ну и, конечно, над всем этим конфликт элит внутри страны и вне её с целью перетянуть одеяло выгоды на себя. С помощью, в том числе, оплаченных штурмовиков. Не полиция, не закон, а штурмовики на личные средства бизнеса. Руководил в правом секторе политическим восточным блоком. Красноармейск, Курахова. Отойди! Один человек был убит на месте, ещё один получил тяжёлые ранения. Ещё и лица не скрывают. И заявление одного из высокопоставленных чиновников украинского МВД. Илья Кива, руководит тысячами вооружённых людей в зоне так называемой АТО, призвал расстреливать пассажирские автобусы с мирными жителями, которые едут по маршруту Киев, Донецк и обратно. Такие цитатушь точно на фашизм тянут. А кто исторически попорол фашизм? Социализм! Мы идём к власти для того, чтобы внедрить социалистическую идеологию в жизнь. Ты чё, бредишь, блядь? Какие бесстрашные. А ведь угрозы шли отовсюду. Есть смысл к уничтожению. Пятую колонну, которая разрушает изнутри нашей нации. Опять эти рассказы про пятую колонну. Вы же просто гасите оппозицию, которая лоббирует интересы бизнеса, завязанного на России. Оппозиция была, и она всё хотела сделать во благо Украины. В лице украинцев, в лице простых людей. И мы обязуемся выполнить те обязательства, которые возложены на нас сегодня. Накануне парламентских выборов лидер украинской партии оппозиционная платформа «За жизнь» вместе с однопартийцами в Москве встретились с председателем партии «Единая Россия» Дмитрием Медведевым. Наверное, это не спасёт. Ведь найдутся те, кто речами о спасении страны будут прикрывать свои корыстные интересы. Лоббируя бизнес, завязанный на Запад. А все, кто не хотят любить нашу страну, они должны собрать вещи и уехать в свою любимую вот эту жопосранскую Россию. Украина легла под НАТО теперь официально. Украина оккупирована силами НАТО ещё с 2014 года. Неудивительно, ведь украинцам этой НАТО промывали мозги, как в России с 90-х, но тут это делали русофобы. Что это возможно только в союзе с НАТО? Это только в союзе. В ненависти к этой русской нации. Что же делать? Вопреки всему, остановить растущий фашизм. И если сегодня мы не остановим их кровавый след, который тянется за этой псевдо-нацией, это русская чума. Здесь есть чёрное и белое. Есть свой и чужой. Другого определения нет. Борьба добраться злом. И если ты для меня чужой, то я тебя убью. Вот и всё. И каждый должен сделать свой. В этом смысле это просто. Другого пути здесь не будет. Вот только такая позиция сохранит государство. И после таких передач русские украинцы ещё о чём-то спорят? Всё же очевидно.